Ребят, всем привет! У меня в гостях Михаил Токовинин, человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется АМСРМ у нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь, такое именно рецательное просто, когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай АМКу накинем, просто на старте, чтобы была, вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек. Я рад тебя очень видеть. Спасибо. Я начну с такого вопроса, знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал. Расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очочки, кепка, черная ла... Очочки, очочки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса? Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушнее, равнодушнее, равнодушнее. И как-то вот удобно. Ну это же все говорят, когда носишь одно и то же, это удобно. Потому что не нужно принимать решения? Да. Ну потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном? Нет, я думаю, нет, конечно. Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент, старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL, я такой, так, ну у Джобса тоже был SL. Это совпадение. Никаких, да? Никаких линий не проводишь? Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы, правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты, это лучший кабриолет на земле, был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последний, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат, в общем, это был мой последний кумир. Поэтому, нет, просто совпадение. Хорошая машина. Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, я глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя, поскольку, как бы, все знают АМА, и ты такая, ты и АМА прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается... Сколько, АМА в девятом году появилась? Да. В девятом, сейчас тринадцатый год, это 14 лет компания. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный, чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. Почему ты, ну, как бы, не фанат или... Не, ну, про что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный, да, мы знаем, что там некрасиво поступил и с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть фанат, не создай себе кумира, как там... Ну да, 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 что потом не разочаровываться. Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант. Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк. Угу. Это, по-моему, в 2015-м, в 2016-м году? В 2018-м. В 2018-м. Удалось ли тебе пообщаться с ним? Очень быстро, мелько. Да и о чем? Особо не было. Ну, знаешь, как... У меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образом, я так и думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели, хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, AmoCRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание. Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России, очень много уже компаний пользуются за рубежом, мы, к сожалению, в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться, хотя, конечно, хотелось бы похвастаться, вот, работает у нас человек 400, наверное, вот, выручка, ну это миллиарды рублей. Миллиарды? Да. Миллиарды это ближе к двум или ближе к десяти? Ну дай какой-то ориентир, я знаю, что ты никогда не рассказываешь. Не десять, нет, не десять. Не десять, ну где-то два-три. Типа того. Похоже на правду. Ну окей, в любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я только понял, что мы с тобой будем записывать, ты думал, Amo, вот, это даже не какая-то лестница, не комплект, а реальность такова, что Amo ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть, и здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, про мотивацию людей и так далее, мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики. Папа, астрофизик. Да, и мама, по-моему, тоже. Нет, мама педагог, брат у меня еще ученый. Вот, брат еще ученый, и я в какой-то момент читал, что как бы там брат старший у тебя, и что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом, и потом брат поступил в Гарвард, а ты как бы поступил в МАДИ, Московский автодорожный. Да, да. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что, мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека, и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя, какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ. Нет, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру в МГУ, а потом действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PHD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты... Подводишь брата, да, репутацию. Да, и я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую, тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, с 10-го класса был худшим учеником в школе, у меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру. Реально. Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое два такое. Меня еле-еле выпустили из школы, меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это в семье, в которой все закончили МГУ, мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали. В Чили, по-моему, да? Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал. В Германии была. А потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гаррет. Я остался один. Концерт окончен. Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт практически с отличием. Там мешали тройки с первого курса. То есть, естественно, второй курс я перешел с подвигом. То закончил я практически с отличием. Уже работал, уже бизнес был. То есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады в олимпиадах по сопромату участвовал, в каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский. Как ты думаешь, вот это вот желание доказать, показать в юношеском возрасте, оно каким-то образом в будущем еще откликается сейчас? То есть, вот твое желание построить большую компанию, что-то сделать, что-то реализовать, оно как-то связано вот с той картинкой, которая у тебя была, что все что-то там, все отличники, а ты нет? Ты знаешь, вообще, скорее, вот это бунтарство, оно даже не только, скорее, наверное, подтолкнуло к тому, чтобы заниматься бизнесом. Потому что, в принципе, бизнес – это же не про ум. Бизнес умные люди не делают. Умные люди идут в науку. А бизнес – это во многом про вот это бунтарство, самостоятельность, тщеславие, амбициозность. И, наверное, вот скорее подтолкнул к тому, что это должен быть бизнес. Как-то у меня никогда не было сомнений, наверное, на этот счет. Ну, было, может, разок. Вот. Но опять, есть черты характера, которые одновременно могут сделать человека успешным и законченным наркоманом-бомжом. Это тонкая очень грань, да? И, на самом деле, эти одинаковые абсолютно черты характера. Какие? А вот это вот протест, самостоятельность, амбиции, тщеславие, смелость какая-то. Одни и те же качества могут тебя сделать миллиардером и бомжом под мостом. А как, на твой взгляд, где вот эта вот грань? Почему одни из... Я, на самом деле, очень сильно согласен, потому что, мне кажется, даже оно проявляется, знаешь, ну, по крайней мере, по себе, не знаю, как у тебя, но вот у меня вот этот переходный период, да, как он, пубертат, да, когда мы пили с друзьями водку из стаканов, знаешь, и вот это вот, ну, то есть, вопреки вообще, что бы нам ни говорили, нам говорят, на переменах не выходите из школы, мы все равно идем курить, там, вот это вот проявление, знаешь, такой наглости, дерзости, непонятно зачем, но в какой-то момент там у меня лично оно так просто, знаешь, остановилось, это как отрезало и как бы пошло в правильное русло, то есть я вот эту вот энергию перенаправил в какую-то деятельность. На твой взгляд, во-первых, первый вопрос, было ли у тебя что-то вот такое? Да, конечно. Тоже было, да? Да. А второй вопрос, как бы, что на твой взгляд вот создает как раз грань, почему одни идут в какой-то деструктив жесткий, а другие направляют в какую-то деятельность? Обстоятельства. Повезло. Знаешь, чем больше я пишу подкасты с предпринимателями, тем больше мне хочется, знаешь, назвать канал «Мне повезло». Ну, не стоит. Не стоит недооценивать случай, вероятность, среду, обстоятельства. Вот, кроме шуток, у меня этот момент можно проследить, родители уехали, и я, как только они уехали, полгода совсем ушел в отрыв, а потом думаю, да как-то холодильник-то сам собой не наполняется. А тебя помогали деньгами как-то? Да, но мало. Вот, и, ну, все равно тебе дают какую-то сумму в месяц. Ты же можешь ее пропить в первый же день, а холодильник сам не наполняется. И это взращивает тебе некую ответственность, способность планировать, не знаю, думать о себе в будущем и так далее. Кому-то могло не повезти, и он соскочил раньше и сильнее обстоятельства, я думаю. Да, это знаешь как, но все равно обстоятельства, мне кажется, вот попадет ли человек в обстоятельства или нет, это еще зависит много от того, что до этого было сформировано, потому что все, когда мы там, не знаю, проходили восьмой, девятый там какой-нибудь класс, ну, по-разному, да, кто на какой период попадал, там, всем в школе предлагали наркотики, всем предлагали там что-то такое, и кто-то почему-то в это шел, а кто-то не шел. Мне кажется, что это, знаешь, сформировано вот какими-то, может быть, вещами из семьи. Слушай, все взрослеют. У меня когда был ребенок, он долго не мог отказаться от памперса, жена переживала, я говорю, слушай, никто в 10 лет штаны не срежет. Да-да-да. Ну, то есть рано или поздно это все равно закончится. Здесь то же самое, рано или поздно ты повзрослеешь. И если ты успеешь до этого дотянуть, ну, все умеют в итоге жить, кормить себя хуже, лучше, но все взрослеют, и ты рано или поздно повзрослеешь в любом случае. Вопрос только успеешь проскочить, не на колобродишь там по пути, не перейдешь на какую-то опасную грань, ну, если мы говорим про наркотики, да, все. Слушай, а тогда еще продолжение вопроса. Есть одна из моих любимых картинок еще со времен университета, когда типа школьный выпускной, и такая картинка, стоят там всякие супердорогие машины, а вот типа подъехали те, кто ушел после девятого, да, и про то, что, ну, там, идея в том, что все, кто там учились плохо, там, кого выгнали из школы, двоечники, троечники и так далее, они вам там зачастую, не 100% вероятность, но зачастую добиваются больших результатов, в то время как люди, которые очень классно учились в школе, и у меня даже вот среди там ребят, с кем я учился, было огромное количество отличников, я не скажу, что я как-то был прям совсем дренным парнем, но у меня там и тройки залетные были, и двойки, как бы, ну, такой я был, нормальный, в общем. Вот, но, тем не менее, вот среди тех ребят, которые учились идеально, ну, я знаю одного парня, который вот пошел в околонаучную тему, и как бы чувствует себя неплохо, насколько я знаю, но все остальные не знают, чтобы добились каких-то больших результатов. Вот интересно твое мнение тоже, потому что, ну, как бы вообще вот в этой области, почему, на твой взгляд, те, кто плохо учится, они потом зачастую добиваются больших результатов, те, кто учится очень хорошо? Ну, я думаю, что такой корреляции все-таки нет. Я думаю, что, если мы посмотрим на большие числа, все-таки среди успешных людей отличников будет больше, чем троечников. И я думаю, что здесь есть ошибка выжившего. Ну, то есть ты не видишь тех троечников, которые просто не доехали до встречи. У них денег на троечнику не было. Действительно, есть такой нюанс, что отличники — это часто не умные, а послушные. И действительно, послушные люди добиваются в жизни, как правило, меньше. Просто потому, что судьба любит смелых, судьба любит дерзких, и иногда нужно нарушать правила, если хочешь добиться успеха, причем в любой стезе. И поэтому, действительно, когда мы смотрим на школьные оценки, тройка — это не всегда оценка знаний, это иногда оценка строптивости. И вот эти строптивые ребята действительно потом часто оказываются успешными, просто потому что смелые в каком-то смысле. Ну, не потому что они там, не знаю, прыгают с 20-ти этажки без парашюта, а потому что не боятся попробовать, дерзят системе, дерзят начальнику, дерзят обстоятельствам. И вот эти черты характера, которые при этом кого-то, они сделают наркоманом под мостом. Ну да. А кого-то выведут в топ. И да, ты на школьной встрече не встретишь того, кто остался под мостом, и это та самая ошибка выжившего. А отличники так и будут послушными всю жизнь, будут ходить на работу, слушаться начальника. Потом также будут хорошо, при этом нет ничего плохого в том, чтобы ходить на работу и слушаться начальника. Вообще. Оговорочка важная. Вот. Послушание — не лучший навык на земле. Полезный. Надо уметь слушаться, надо уметь служить. Это очень важно. Ты не добьешься очень больших высот, если не умеешь слушаться и служить. Просто потому, что система сложнее. Иногда ты должен играть в чьих-то интересах. И ты добьешься большего, если сможешь использовать систему, а не тупо дерзить ей. Я все делаю по-своему. Но и дерзить надо уметь. Школа не любит. Поэтому оценки в школе — это часто маркер совсем других качеств. Да, ты сейчас говоришь, классную вот ты мысль подметил про то, что делают людей успешными наркоманами. Это примерно одни и те же вещи. Я вот реально даже не задумался об этом. Но это вот реально вот это разделение как раз такого бунтари, которые хотели проявить себя. И вот дальше. И амбиции к лидерству. Да, да. В том числе. Хочу быть самым крутым в классе. И бунт. Да, вопрос только как ты умеешь привлечь в себе внимание. Да, и поиск своего пути. Мама сказала, не делай, а я попробую. Это те качества, которые потом мы преклоняемся перед ними в Джобсе. Тоже, кстати, знатный наркоман. Надо заметить. Многие, кстати, не знают, на самом деле, что он свою добрую половину жизни просидел на ЛСД. Да. Ну и уж там марихуаны не считается. Ну да, это вообще не наркотик. Вот. Поэтому. Ну именно эти же качества кого-то загоняют под мост. Слушай, а я еще от тебя слышал такую интересную мысль, что... Ну вот то, что ты сказал, что умные идут в науку. И это безусловно так. Я вообще на самом деле восхищаюсь людьми, которые занимаются наукой. Я вот часто приглашаю в подкасты. Я думаю, господи, какие вы умные. Я, знаешь, просто вижу, как ребенок какой. Но я от тебя слышал мысль про то, что вообще в предпринимательстве и в бизнесе очень важная такая штука. Это дух вообще, да. И вот какая-то вот воля и какие-то такие вещи. И ты говорил то, что вот... Ну, я, честно говоря, не воспроизведу детально, но вопрос мой какой. Что на мой взгляд, что воля, она не совсем существует. Что есть у человека какие-то жизненные ориентиры, какие-то цели. И если он что-то действительно хочет, он может организовать свою жизнь таким образом, чтобы как-то вот к этому прийти. А воля, она ломается, а первое какое-то вот там, я не знаю, невыспавшее состояние... Поделись своим мнением, потому что я вот несколько раз это слышал. Упертость. Что это такое? Ну вот, стоять на своем. Опять, это качество кого-то убивает, а из кого-то делает Илона Маска. И мы видим только Илона Маска. Тоже надо понимать. Да. И когда ты говоришь про малый бизнес, ведь это же удивительно, но малый бизнес делают очень глупые люди. Это очень глупая затея. Но очень амбициозные, очень тщеславные, очень... Была такая поговорка в Сбербанке, которая меня когда-то очень сильно порадовала. Чем мельче контора, тем генеральный директор. Хорошо. Хорошо. Очень описываю, я прям представлю. Да. И вот эти вот упертые люди с огромным самомнением. Я решил, что я буду производить зеленые пончики. Никто меня с этого не собьет. Это, как помнишь, видос был несколько лет назад, студия «Сокол». Работаем дальше. Да? Я решил, что мир должен забывать зеленые пончики. Вот если он долбит эти зеленые пончики, все говорит, что не надо больше продолжать. Но вдруг одному из ста удается пробить эту стену, потом мы перед ним преклоняемся и говорим, вот его настойчивость, упертись. Мы не видим остальных 99, которые сдохли в своем упорстве. И это, кстати, самый большой вопрос в бизнесе, где проявлять упорство, а где сдаться. И он вообще нифига не тривиальный. И это, может быть, и есть главный навык успешных предпринимателей в какой-то момент сдаться, а в какой-то момент проявить упорство. И вот какая-то должна быть такая чуйка, где стоит рубиться, а где стоит отпустить. И опять, одного упорства доведет до успеха, второго упорства угробит. Но вот это вот глупое, пошлое, откуда идет эта упертость? От самомнения. Я гений, я решил, что зеленые пончики победят. Я не могу ошибаться. Ну, то есть мне все говорят, что ты не прав. Нет, я прав. И вот это качество в предпринимателях во всех ты обязательно встретишь. А второе, что нужно для успеха, это наглость. Это то, что я подмечаю, когда я говорю со всеми успешными ребятами. Всегда. Вот ты меня спросишь, что их обедняет, это наглость. Они очень наглые. По-хорошему наглые. Такие вот, а что, а можно? Это вот я все время говорю, вот ты приходишь за скидкой. Там 100 рублей тебе, говорят, товар стоит. Ты говоришь, а давайте 90. А тебе говорят, ну 95. А кто-то говорит, а 250. Да, 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 да. А что, за спрос не бьют, да, из-за разряда? А кто-то говорит, ты что, обалдел, что ли? А кто-то говорит, ладно, давай 50. И вот эта наглость какая-то в каком-то смысле, куда-то пойти, пролезть, с кем-то поговорить, она тоже очень важна. Наглость, уперство, самомнение, тщеславие. Вот качества, которые присущи предпринимателю. Вовсе не ум. Описал не самого приятного человека сейчас так, знаешь, если так представить. Так они все неприятные. Да, да, да. Мерч в компании — это круто. Он помогает сотрудникам почувствовать себя настоящей командой. Но придумать оригинальный мерч, который понравится всем и при этом подчеркнет индивидуальность каждого, задача не из легких. Но не невыполнимая. И доказательство прямо на мне. Это мерч от StickPick'а — худи, который легко кастомизировать. Работает все просто. Тут и объяснять особо ничего не нужно. Выбрал стикеры по настроению. Или под ивент. Приклеил и кайфуй. Отклеиваются они так же просто. Поэтому менять их можно хоть каждый день. Заказать можно не только худи, но и футболки, бейсболки и поясные сумки. И какие угодно стикеры. С локальными мемчиками, милыми вдохновляющими фразами или такие, которые будут отражать индивидуальность каждого. Но и это не все. В стикеры можно вшить NFC-метку со ссылкой на сайт, соцсети или чат-бота. Или QR-код, который может перекинуть на нужную страницу. Это очень круто, если вы планируете какой-то интерактив или сюрприз для команды. Также ребята из StickPick делают стикеры с дополненной реальностью. Выглядят впечатляюще. StickPick уже приодел Ростелеком, Туту.ру и кучу других известных компаний. Но на самом деле их мерч доступен не только гигантам, а любой компании, которая хочет вывести тимбилдинг на новый уровень. Тем более, сейчас заказать мерч у StickPick можно очень выгодно. При заказе от 100 штук по промокоду SOKOL дизайн стикеров и худи вам разработают бесплатно. Поэтому переходите по ссылке в описании, чтобы сделать заказ. Или кидайте ссылку руководителю, пока он не успел купить 100 одинаковых футболок на всю команду. А если вы HR, у StickPick есть специальная рассылка для вас. С самыми важными новостями, свежей статистикой и полезными статьями на каждый день. И бесплатные вебинары, на которых своим опытом делятся HR и крупнейших компаний России. Все ссылки можно найти в описании. Поехали! Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50. Мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют. По крайней мере, ощущение такое создается. Потому что, когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе будет плохо. Двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал. Он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все. Ну, слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это. Ну да, но я к тому, что, знаешь, он, вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы, знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей, что дозволено, что не дозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, он говорит, 40 рублей, он говорит, 50. Знаешь, у него нет вот этого страха совершить ошибку или там спросить что-то, что вот нельзя. И мне кажется, тоже такая вот штука сформированная здесь. Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше. И он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку. Да, да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да? Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест. Прогнали? Ну, на самом деле нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажу так. Не хочу расстраиваться, да? А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет большее значение Наташа и Даша из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты. И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочке из соседнего класса. Потому что она не может сказать, да пошли вы все, не буду я делать вашу математику. А я могу. И я клевый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто. У нас разные зрители. В этом отличие часто. Классная история. По поводу, кстати, зефирного теста. Я знаю, что у вас... Вот была история, когда у вас Qsoft был на грани такого... На грани разорения. И вот потом... Да, да. Я к тому, что у вас как раз... Это даже как-то называлось, типа зефирка, а-ля там внутри. Когда вы откладывали там все деньги, ты говорил, что нужно потерпеть. Нужно потерпеть для того, чтобы в будущем... Так я заработал первые деньги. Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет. И вот эта идея потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо... Ты все так же ее разделяешь или... Абсолютно, конечно. Разделяешь ее? Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель Сахи. То есть вот мы же начали бизнес. Ну там вот у меня 200 долларов и у товарищей. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали. Играли в игры компьютерные. Приходили в офисы, играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают. Кто-то уже квартиры в апотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на ашам, на еду. То есть это вообще первые годы – это одно сплошное терпение. И стартапинг любой – то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестор и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет, всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно. Я почему тебя спросил об этом, потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была идея построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными и так далее. Ну, приведу пример, Дода, Skyeng, все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И это ребята, которые 10-12 лет пахали, 24 на 7, не рубля на себя, зарплаты 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромный эксэп. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно, как на дистанции, там 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере в нашей стране, где будущее туманное, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот играть? Ну, во-первых, не надо раньше времени судить. Это безусловно, я говорю пока что. Бизнес — это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется, и может и IPO вернуться, скорее всего вернуться, и продасть удастся, потерпеть надо. Это, кстати, российская черта — потерпеть. Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию — немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше, надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла, сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Самый прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет. Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать. Но вот я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то стабильность экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом? Ну, подожди, подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим, рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%. Ну и оценки компаний валятся, всех, кто... Ну нет, гособлигации. Казалось, что это вообще монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%. Нет ничего более нерушимого. Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню, как в Сан-Франциско был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет. Да, 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 да. И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз. Ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию, IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь. Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. Ама, до Ама Qsoft. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал-перепродавал. Там 5-6 позорных. Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересно этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, лично у меня было просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Типа того, да. Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и... Ну, давай для начала с этого начнем. Да, там все было. Там было компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути случайно, оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору. А мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока ему найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли. Я так, в общем, пару лет порулил этими видеопрокатами. Это вот старые вот эти, пришел, взял кассету. Да, да, кассету отдал, кассету получил, кассету отдал. Недавно только читал книжку «Простите, я перебью» про Netflix, где они как раз рассказывают. Да, вообще, рынок умирал. Это тоже очень интересный экспириенс, работать на умирающем рынке. Сильно врастить тебя как менеджер. Вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебе все прощает. Ты попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс. Но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге сеть-то угробил своим чудоуправлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научат – управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот суперважный и самый высокооплачиваемый в мире. Если мы говорим о минималистичном интерьере, то тут стиль кроется в деталях. Например, мягкая мебель для дома. Несмотря на то, что рынок перенасыщен предложениями на любой вкус и бюджет, найти что-то по-настоящему минималистичное и резонирующее с вашим личным комфортом – трудно. Компания Bokarum – это популярный российский бренд премиальной мягкой мебели, который не экономит на материалах и производит авторский современный дизайн. Это производство на 4000 квадратных метров с мощной идейной командой специалистов. Для каждого этапа изготовления мебели есть отдельные цеха – швейный, столярный, оклейка, обивка, сборка, упаковка и хранение. Bokarum – это не просто мебель, это целое искусство создания комфорта и уюта в вашем доме. Оптимальное сочетание стиля, качества и комфорта. Ребята не только создают мебель, но и атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя полностью расслабленными и счастливыми. А также позволяют выбрать мебель под себя. Почти у каждого предмета из каталога есть несколько вариантов комплектации. Посмотрите на модульный диван из их коллекции. Их можно менять на основе своего вкуса. Надоела старая конфигурация, передвинул пару модулей и комната заиграла новыми красками. А благодаря съемным чехлам можно менять цвет и настроение комнаты. И все коллекции выполнены в таком же уютном и стильном дизайне. Диваны, кровати, полки, тумбы, зеркала, столы, кухни и речные перегородки. За счет такого подхода с мебелью Boka Room создается ощущение, что в доме все на своих местах. Их флагманский шоурум находится в Москве в отдельно стоящем двухэтажном особняке на 700 квадратных метров в новой мануфактуре с современным дизайном. И также открылось уютное пространство в Санкт-Петербурге. Друзья, если вы ищете идеальную мебель для своего дома, обязательно переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться с каталогом. Поехали! Я здесь сразу не могу задать вопрос от ребят. Наверняка нас смотрят какие-нибудь молодые ребята, которые учатся на факультете менеджмента. Менеджмента, там не учатся про людьми, там учатся процессами, проектами и еще какой-нибудь херней. А я говорю про управление людьми, когда я говорю менеджмент. Честно, наверняка кто-то пошел переводиться на другой факультет. Да, и вот самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. Я правильно понимаю, что это как раз тот человек, про которого ты несколько раз упоминал, что это был твой ментор? Да, да, да. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я принял решение, что я нормально ушел, передал дела, но он все равно на меня был потом обижен. Он же сам возился, он же в меня инвестировал. Я делал, чтобы я потом взял, встал и ушел. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути. Вопрос у тебя такой. Кстати, с какого возраста был этот человек? Это было, мне было с 20 где-то до 23. А ему? А ему 40 плюс было. Вот интересно такое с колокольня. У меня просто тоже был в жизни такой человек, который вкладывал в меня, и я не знаю, по какой причине решил научить меня многим вещам, но у меня прям, я помню, четко сформировалось большое количество выводов каких-то, которые я понял за несколько лет. Вопрос такой же к тебе. Какие одна, две, три ключевые идеи, которые ты понял про управление людьми за вот это вот время? То, что, знаешь, осталось с тобой и по сей день. Слушай, это я сейчас так не выцеплю, потому что уже все это перемешалось с будущими наработками. Тут скорее вообще какие-то базовые истории про, почему люди тебя слушаются, почему не слушаются, как давать указания, как их проверять, про то, как управлять деньгами. Какие-то такие совершенно базовые вещи, но я все время говорю, что менеджмент, опять, менеджмент, это не управление проектами, а во многом все-таки управление людьми, это ремесло. А значит, ему нельзя научить, его можно только научиться. Это вот как, не знаю, как обувь чинить. Вот кто-то должен дать тебе запороть 20 ботинок. Ну да, практика. Да, и ты будешь косячить, он тебе будет говорить, тут шовчик неровный, надо руку набить, ты будешь опять косячить, он будет говорить, ну что ж ты так-то переделываешь что-то за тобой. И вот ты будешь потихонечку набивать руку, косячить, ошибаться, обижать людей, неправильно увольнять, неправильно нанимать, неправильно ставить задачу, это все будет очень больно, ботинки будут идти в помойку. А он почему-то будет это терпеть, возиться с тобой и говорить, слушай, ну давай, вот сейчас покажу, вот делай так же. И в какой-то момент потихонечку, это просто функция времени, ты научишься, это ремесло, но именно это ремесло, самое высокооплачиваемое ремесло на земле. Слушай, интересная мысль про самое высокооплачиваемое ремесло на земле, и оно мне, знаешь, сразу навело на какую мысль. Вот смотри, говорят, ну вот если мы так говорим с предпринимателями, очень многие предприниматели могут сказать, что есть функции предпринимателя, а есть функции менеджера. И не нужно пытаться эти две вещи замешать в одну, потому что менеджеры, это менеджеры, люди, которые управляют людьми, предприниматели, это вообще другой пласт людей. И, собственно, вот опять же, про тех людей, про которых ты говорил, про эгоистичных, травмированных и так далее, это далеко не самые приятные люди в менеджменте зачастую. И вот здесь, короче, тонкий момент. То, что есть книжки, например, какая-то литература или люди, которые говорят, предприниматель должен учиться менеджменту, управлять людьми, управлять процессами, понимать, что происходит и так далее. Другие говорят, предприниматель вообще не должен нахрен думать об этом, должен заниматься своими идеями, виженом каким-то, а должен нанимать менеджера. Вот твое видение этого. У всех разные конструкции. Если у вас есть тандем, ты такой замечательный предприниматель, это действительно во многом созидательно-креативная профессия. Придумать продукт, попасть в рынок, придумать, почему этот продукт будут покупать или как про него узнают. Это во многом действительно творческая часть. Но бизнес построить без менеджмента невозможно. Если тебе повезло, и у тебя есть менеджер под боком, который за тебя будет людьми управлять, и твои творческие потенции реализовывать, ну, молодец, тебе повезло. Так бывает. Если ты один, тебе придется научиться этому. У тебя не получится, ты не можешь построить бизнес без навыков менеджмента. Окей, ты талантливый предприниматель, ты придумал замечательный продукт, это никого не интересует, это ничего не стоит, пока ты не построил систему вокруг этого идеи, продукта. Кто-то должен это реализовывать, мало придумать. Поэтому сможешь так проскочить, что у тебя окажется под рукой талантливый менеджер, молодец. Ну, это опять же, вставлю две копейки, то, что еще одна идея, и как бы если мы опять же почитаем там про предпринимательство, пообщаемся, то витает тоже такая в облаках мысли, что предприниматель – это человек, который должен, он должен чувствовать, он должен понимать, куда идти. И одна из главных функций предпринимателя – это находить и объединять людей под собой. То есть, по сути, как бы, да, идея такая. Это уже менеджмент. Но тут больше даже идея как раз про партнеров, про каких-то правильных, что если ты понимаешь, что ты выполняешь функцию предпринимателя, некого визионера, который предначертал роудмэп и дальше закладывает, куда мы идем, то ты для того, чтобы полностью держать фокус на этом, должен подтянуть партнеров, которые как раз на себя этот менеджмент возьмут. Есть такое совершенно фантастическое видео в интернете про лидерство. Ему лет 20. Там мужик такой танцует смешной на поляне. И потом к нему присоединяется один, второй, третий, и потом вся поляна танцует под этого мужика. Не помню, как называется, но там прям комметатор забавно комментирует на фоне, в чем секрет лидерства. Что лидер, с одной стороны, чудик. Он просто странный. Но лидера делает первый последователь. И там прям такое видео наглядное, как люди потихонечку начинают к нему присоединяться. И вот этот первый последователь действительно играет ключевую роль в формировании лидера. Лидер делает не лидер, лидер делают первые два последователя. Это очень классное... И там совершенно фантастическое видео, как присоединяются люди. Там реально потом тысячи каких-то людей танцуют и пляшут. А поначалу просто какой-то чудик такой на поляне танцуют. И просто очень наглядно. Действительно, важная роль предпринимателя — быть лидером, уметь увлечь людей за собой. И как раз первый, кого надо увлечь, это хороший менеджер, который потом будет твои хотелки реализовывать. Всегда ты увидишь этот тандем. Всегда есть талантливый предприниматель, а у него за спиной стоит талантливый менеджер. Действительно, в одном человеке это редко сочетается, потому что предпринимателю должно быть интересно. Он такой ребенок, он такой надоело. А менеджмент все-таки требует усидчивости. И всегда успеха, как правило, достигают вот такие интересные тандемы. Предприниматель плюс менеджер. Просто менеджеры часто эти в тени, мы их не видим. Иногда они торчат наружу, как это тот же Оливер Хьюз в Тинькове, или Василий у Аяза, или это был в БМе Волчик в свое время. Ну, это всегда очень удачный союз такой. Услышал. Давай тогда дальше пойдем. Смотри, были вот эти разные бизнесы. Собственно, был видеопрокат. После этого ты сделал Qsoft. И дальше уже все получалось. Мне как раз здесь интересно, знаешь, какую идею от тебя услышать. Вот были неуспешные проекты, потом был вот этот вот найм, и потом успешный проект Qsoft. Он так или иначе, он приносил деньги, он смог принести дальше... Первый капитал, который смогли реинвестировать. Да, сделать АМА на фоне этого и так далее. Что ты конкретно поменял в своем подходе вот от тех проектов до вот этого? Это другая идея, другая команда, как раз навыки менеджмента. Что позволило эту компанию уже сделать успешной? Две вещи. Первое – это навыки менеджмента, которые я приобрел, и без которых бы ничего не получилось. А второе – я начал продавать. Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать, и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить, и говорит, «Здравствуйте, вам сайт не нужен». Это реально прям так и было. Тигрель не нужен. Тигрель не нужен. Спасибо. Спасибо, до свидания. Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю продавать, это не только желтые страницы, и вам сайт не нужен. Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. То есть это умение продавать – это второй краеугольный камень. Накладываешь в принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься успеха. И даже с очень плохой идеей. Идея – это твой мультипликатор. То есть с хорошей идеей ты добьешься больших высот. С плохой идеей у тебя будет очень успешный ресторан в Свиблова. Не обижаю Свиблова. Просто почему-то попала под руку. Хотя я знал преподавателя, у которого была очень успешная шашлычная где-то там в останке. И он был неплохой парень. У него было две шашлычных. Ты все равно добьешься успеха. Идея лишь мультиплицирует твои усилия. То есть если у тебя крутая идея, да, при том же менеджменте, при том же навыке продаж, ты добьешься просто несовременно больших высот. Как говорит Передонов, по-моему, выбор ниши, выбор судьбы. Но если начал делать шашлычную, да, возможно, это будет самая лучшая шашлычная. Ты будешь очень успешен. Вопрос объема рынка. По поводу продаж. Очень хорошая мысль. У меня здесь возникает такая история. Ты провел аналогию со Штатами. И в Штатах индустрия продаж развита давно. И во всем виде они продают очень красиво, элегантно и интересно. И раз уж ты затронул лайк-центр, и Аяза, и Василия, то вот давай проведем интересную аналогию. Одна из причин, на мой взгляд, почему в России не любят продажи, потому что наши продажи, это не желание помочь сделать тебе правильную покупку, а это желание впарить тебе через разного рода манипуляции то, что тебе к черту не нужно. Ну и вот ты тут и палишься, как русский человек. Не-не, это я тебе сейчас рассказываю. Вот я тебе провожу аналогию конкретно. У меня Аяз был пару раз, и мы с ним обсуждали эту тему. Вот мне интересно. Я просто слышал, ты часто упоминаешь и БМ, и лайк. Я сейчас еще про это обязательно спрошу. Но вот давай конкретно проведем пример. Вот если мы возьмем, я знаю, что у тебя там есть фома на тему тех, которые вы упустили еще тоже. Ну ладно, нанесы. Короче, давай вот смотри конкретно. Вот если мы возьмем, просто рассмотрим на одном примере, потом перекинемся на что-то другое. Если мы возьмем, например, образование, лайк-центр, то вот на мой взгляд, то, как ребята продают, во многом создает им прибыль, во многом делает их большими, но это не то, что я хотел бы видеть, потому что это продажа людям через манипуляции, через погружение их в кредиты и так далее. Ни в коем случае, это немножко может быть камешек в огород Аязу, но я ему это говорил в лицо тоже и спрашивал его мнение. Вот мне интересно твое мнение узнать. Продажи везде одинаковые. И в США, и в России. Продавцы везде цинично впаривают то, что хотят впарить. И когда тебе продают Тойоту, и когда тебе в делесском центре, где-то там в Палуальто, и когда тебе продают курсы у Лайка, инструменты манипуляции, дешевых приемов, типа у вас осталась одна неделя, скидка горит через два дня, очередь стоит желающих, только тебя не хватает, что ты лузер вообще, еще денег нет, что ли. Все везде одинаковые. Все продажи везде одинаковые. И вот это отношение к продажам, как в паре, действительно чисто это проходит. Это было наследие десятилетий дефицита. Десятилетия люди жили в дефиците. Что это означает? Означает, что покупают все, что дают. Ну, стоит тебе привезти джинсы, их купят. Вообще нет проблемы продать. Нет такой задачи продать. Дефицит. И поэтому такое ощущение, что продавать надо только говно. Ну, то есть нормальный товар сам себя продаст. Это закончилось еще в 2008 году, на самом деле. И с тех пор мы потихонечку промещаемся в нормальную страну, где даже хороший продукт надо продавать. И американская пословица тому, кто придумал доллар, кто сделал 10, тому, кто продал 100, начинает у нас тоже действовать. Продавать надо все, включая хорошие товары. И, к сожалению, продавать всегда приходится, используя манипулятивные механики, просто, потому что они работают. Ну, это все равно, что обвинять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. Он скажет, ну, блин, это моя работа продавать, я должен хорошо продавать. Манипулятивные механики хорошо работают в продаже. И дальше твой вопрос этический. Возвращаясь только туда, что ты продаешь. Ты можешь этими манипулятивными механиками продавать препарат онкологический какой-нибудь и впаривать его Минздраву. И вроде как добро. А можешь этим манипулятивными механиками продавать пылесосы эти, как они были? По подъездам ходили, бабушек продавали? Нет, такие были. Пылесосы за 100 тысяч рублей, я забыл, как назывались. Которые сами по квартире ездили? Да, которые по подъездам ходили, там по 8 часов презентации выстраивали и впаривали. сетевой код-маркетинг, видимо. Да-да, варивали пылесосы. Не знаю, не помню. Не помню, как они назывались. Возвращаясь к лайку, мне кажется, что вопрос этики, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагают взять в кредит. Если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. В конце концов, даже если это эдютеймент, он просто приятно проводит время, то это абсолютно этичный продукт. А вот если его продают в кредит, да еще и под соусом, сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь, это, конечно, и на Е. Как это? Так и есть. Так, на Е. Это чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит. Это неэтично. Ну, вот для меня так. То, что эти ребята сейчас все в Эдютехе... 90% покупок кредит идет. Да. Это не круто. Скажем так, для меня. Да, я смотрел какое-то старое интервью с тобой, и ты там сказал, вот мы пропустили вот этот тренд от тех, и хотя мы были там. С точки зрения этики, может быть, знаешь, тебе бы и не подошло бы, потому что бизнес так устроен. Ну, слушай, Этик такая вещь гибкая. Как ты однако. И я думаю, что все эти ребята себе как-то объяснили. Объяснили, безусловно. Я, поскольку с ними со всеми лично знаком, они себе это объяснили очень просто. Они правда верят, что их продукт, если им пользоваться, сделает тебя богаче. Ну, поверили люди в ту сказку, которую вообще хороший продавец всегда верят в то, что продает. Он так хорошо продает. И, поскольку я знаю этих ребят лично всех, всех, они все верят, что они никого не обманывают, что действительно, если ты пройдешь их курсы, ты действительно будешь зарабатывать больше и отобьешь все вложенные деньги. И все. Знаешь, как анекдот есть такой еврейский, когда там встретились два, уж извиняюсь за это отклонение, встретились там три священника и про чудеса. Не, не знаю, рассказывай. Ну, там русские священники говорят, вот я, у меня был больной человек, там он не ходил, я помолился, и он пошел. Ну, там, не знаю, католик говорит, это все ерунда, вот у меня было страшное наводнение, пожар, город в огне, я помолился, пожар закончился, город спасен. Равин говорит, это что? Иду я тут по улице в субботу, смотрю, денежка лежит, а шаббат нельзя, никак нельзя, ну, заповедение. И, вы смотрите, помолился, у всех суббота, а у меня четверг. Циничненько. Вот, если веришь, у всех суббота, вот, эти ребята поверили. Знаешь, мы тут, мы с Борисом Зарьковым писали подкаст, и как раз рассуждали, то, что там, про понятия, да, что все мы живем по внутренним понятиям, и все говорим об одном и том же, честность у всех одна и та же, там, доброта у всех одна и та же в голове, да, но проявление этой честности, этой доброты у каждой разное. Он там классный такой пример приводил, я ржал вообще. Говорит, кто-то приходит домой и в пакете находит жвачку, которую случайно вот положил, не оплатил, и он идет в магазин для того, чтобы оплатить. А кто-то фраеров грабит, а воров в законе не грабит, потому что одних честно, а других нечестно, как бы, да, и вот про такой. У меня была такая история, что вы действительно пришли, это было в 90-х, из супермаркета, и у нас была чья-то губка, случайно положенная заказ, и была огромная семейная просто трагедия, что делать с губкой. И, по-моему, меня заставили пойти ее вернуть. Была такая семейная, просто это было целое шоу. Понял, про продажи зафиксированы. Я согласен с тобой, что любые продажи манипуляции, даже когда мы покупаем айфон, и каждый раз мы с возгласами смотрим презентацию там в начале сентября нового айфона, и потом бежим стоять в очередях, это тоже манипуляции, которые нас греют целый год, и так далее. Но, наверное, это как раз вот вопрос качества и веры, да. То есть, когда я покупаю новый айфон, там сколько, я не знаю, там сейчас стоит каких-то уже, мне кажется, айфон неразумных денег, 2-3 тысячи долларов, но ты не чувствуешь того, полезную, нужную штуку. И ты и сам веришь, и они верят, и у тебя нет вот этого, знаешь, ощущения, что у тебя на «е», как бы, да, то есть у тебя есть четкое ощущение, что тебе дали то, что тебе нужно. Хотя с тобой сманипулировали, чисто воды. Слушай, потребитель так устроен, что, опять, из истории манипулятивных техник продаж, любой человек очень тяжело принимает решения. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Потому что, как только он принял решение, ему больше можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. И вот в этот момент... Эмоциональный всплеск. Да, и в этот момент можно напихать все, что угодно. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Они ходят, всем рассказывают, что вот он купил, и он абсолютно счастлив. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Но, опять, самое забавное в мире продаж, что иногда меня всегда восхищали товары роскоши. Когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время говорю, привожу пример эти, например, сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. А крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть, как бы, крокодиловая кожа ничего не стоит. Она ничем не лечается под себестоимостью. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты плачешь 15 вместо 3, только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Это все равно, что ты просто долларами обвешался и ходишь по улице. Но это тоже не то. Надо выкинуть, сжечь. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все покупают эту манипуляцию. Все только эту манипуляцию и покупают. То есть, это как бы... И в этом весь прикол. То есть, продавая... И когда ты спросишь продавца, а почему эта сумка стоит 15? У нее там есть 3000 причин. Да. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман. Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Но почему не другая сумка? Чем этот кожаный мешок отличается от другого кожаного мешка? Кстати, ценность там есть. В цене. Я имею в виду, что ты эту ценность получишь потом как раз во взглядах, во внимании, в признании твоей социальной группы, которая знает. То есть эта ценность, она... Это обман? Ну, с точки зрения чистого продукта, да, но мы этот обман и покупаем. Мы за него же и платим. Обмани меня. Да, да, да. Да, это как бы... И это происходит какая-то такая цепная рекурсия, одно на другое. И потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет от решения защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший. И тут у меня сразу всплывает в голове еще одна твоя фраза. Тебе как-то раз задали вопрос, да, качественный продукт или хороший маркетинг или что-то такое. И ты сказал, конечно, хороший маркетинг, типа, люди покупают эмоционально, продукт вообще не имеет значения. И вот тут как раз такая, здесь, короче, тонкая грань, очень тонкая грань, потому что продукт все же имеет значение. Стоп, на самом деле тут нет конфликта. Так. У всех продуктов есть разные фазы развития. Когда мы, любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. Вот у меня папа, что-то я помню, ездил в Техас, какой-то лазер покупать. Искусственные звезды они там запускают. И вот есть какая-то компания, которая только одна на Земле умеет делать этот лазер. Никакого маркетинга не надо. Ты единственный на Земле умеешь делать такой лазер. Ну да. Вопрос закрыт. Это уникальная технология. Завтра сделает, все. Потом, по мере того, как технология развивается, в ней начинает потихонечку появляться. То есть, и когда технология развивается, новый продукт точно лучше старого. Вот не надо мне объяснять, чем 486 процессор лучше, чем 286. Он тупо в два раза лучше. Ну вот и все. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции. Она более надежная. Она более эффективная. А вот в 2000-х появился спортивный джип. Я учаюсь в автомобильном вузе. Я помню, как появился спортивный джип. И все-таки спортивный джип? Вы что, прикалывались? Какой еще... Каен тогда это был. Какой еще спортивный джип? Что за ересь? Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. Ну, то есть, в принципе, же нет разницы. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Ну, отдушка разная. Там вообще нет продукта. Это, боюсь, фамилия перепод. Трубников. Сиберика. Да. Да-да-да. Натура Сиберика. Трубников, да? Правильно звали его. Я смотрел как-то давно. Блин, очень классный мужик. Жалко, я не успел с ним сделать выпуск. Очень самобытный, классный мужик был. Вот. И он в какой-то момент рассказывал. Говорит, да мне вот это вообще все, что внутри, неинтересно. Мне вот эти баночки интересны, вот эти этикеточки блестящие. Мне, говорит, вот это, только этим. Можно я буду заниматься? Я так запомнил себя фразой. Вот история очень простая. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой осталась. И спорт бесполезен. На какой фазе мы находимся? Вот машины сегодня, ну, сейчас, может, с электрокарами ситуация немножко вдруг поменялась, но до появления, хотя и Тесла во многом маркетинговый продукт, конечно. Сто процентов. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Ну, собственно, современная машина это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Ну, что это такое? Это же есть баночка, по сути. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. Телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. Они все одинаковые. Да, даже этот, я увился, увился кома, смотрел, он же в свое время был такой защитник Apple, типа Android, дно и так далее. И тут в какой-то момент в одном из интервью спросили, вот сейчас, как вы все говорите? Честно? Вот сейчас вообще без разницы. Просто абсолютно одно и то же в разной упаковке. Но именно упаковка стала иметь значение намного больше. И упаковка начинает в какой-то момент побеждать. и поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, чувак, производство последнее, что должно тебя интересовать. Да? Но если ты производишь лазер, можешь уволить паркетолога. Ну, ну да, если это что-то уникальное, эксклюзивное. Только ты на земле это умеешь делать? Да. Конечно, наплевать. Можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга, фанрайзинга и так далее. Это такой вот, да, уникум в этом смысле. Интересная мысль. Я с этой стороны, ну, наверное, думал, но так вот не прогонял в своей голове эту мысль так широко. Ну, вот в твоей крипте, да, вот были видеокарты? Ну, да, сейчас... Никто не продаст видеокарту с рекламой, почувствуй себя лидером. Да, нацрай, я тебе себя чувствую. Покажи характеристики. Она там внутри где-то там болтается даже. Нет, характеристики дай. Да, да, да. Никто же не продавал видеокарты со слоганами «Управляй мечтой». Да, сто процентов. Все тупо выкладывали характеристики. Говорят, вот характеристики. А, все, берем. Да, и если даже вспомнить времена вот какие-то там более старые, я вот помню, в свое время была техника Panasonic вообще, да, типа мега просто взрывала. И сейчас от этой компании, не знаю, ничего не осталось, и ее не видно, не знаю, но я все равно помню Panasonic и Ideas for Life, да, то есть вот эти вот лозунги, бренды, идеи. Самое забавное, что в какой-то момент выясняется, что людям насрать на продукт. Это вот я когда-то звуком увлекался. А сейчас продается что? Колонки переносные. Да им насрать, как это звучит. Большинству людей абсолютно насрать, как это звучит. То есть по сути, на самом деле, если мы берем современное общество, если мы берем как раз развитые индустрии, развитые ниши, то в реальности человек покупает, наверное, даже сейчас не продукт, а, знаешь, как принадлежность к какой-то социальной группе, к какой-то идее, к какой-то культуре, да, то есть если я езжу там на BMW, а не на Mercedes, то я вот это комьюнити покупаю, да, если я езжу на Porsche, ну, слушай, мы сейчас в такой, мы можем распутывать клубок до такого лютого фрейдизма, но я как-то даже писал про это, про Теслу, что в конечном итоге это спор ботаников и крутых чуваков за девочку из соединенного класса. Потому что, и Маск молодец, он очень тонко это чувствует, потому что, как раньше было, вот есть клевый чувак, у него мустанг, у него руки в масле, и она быстрая тачка, и все девушки его. И тут приходит ботан и его уделает. У него 3 секунды до сотни. Это такой, знаешь, месть чувакам из гаража. Такая вот, это всегда про секс, это всегда про твою роль в обществе, это всегда про размножение. И, конечно, когда мы вдруг возвращаемся, мы живем в мире людей. Давай так. Я все время говорю, мы живем в мире людей. Если бы это был мир собак, дверь бы выглядела по-другому. Эта дверь выглядит так, потому что мы выглядим там. У нас вот так вот рука, вот так нога, мы вот так ходим. И поэтому любые наши рассуждения должны отталкиваться с того, а что нужно человеку, а чего он хочет, а почему он так себя ведет. И мы выясним, что его базовые потребности довольно примитивные. Это размножение, в широком смысле этого слова, я не только имею в виду секс, это размножение его идей, влияния. Люди размножаются более сложно, чем просто размножать свой генотип. Да и, собственно, все. И поэтому вот эта его роль в обществе, месседжи, которые он посылает в маршрутке, с отедем по маршрутке. Я помню, как я один раз пытался, хотел купить ламборгини. Ты не похож на человека, который хочет купить ламборгини. Я с детства просто мечтал о ламборгини, и когда я вдруг понял, что у меня есть деньги на ламборгини, а я все еще не покупаю ламборгини, я пошел и внес в нее задаток. А мне жена говорит, а ты в ней хоть сидел? Я говорю, даже не сидел. Она говорит, ты идиот. Ты внес предоплату за машину, в которой я даже не сидел. А я потому что мечту покупал, мне надо было в ней сидеть. И она меня уговорила взять ее на прокат на пару дней. В общем, нет у меня больше ламборгини, потому что выяснилось, что это очень плохая машина. Ужасная. Невыносимая. В ней очень тесно, в ней душно. Она просто отвратительная машина. Ну, как машина. Но меня фотографировали все дворники, все строители. Ни один троллейбус не проезжал мимо. Люди остановились на переходах, чтобы меня сфотографировать. Я в носу поковыряться не мог. Я чувствовал себя буквально на сцене. Но когда я проезжал мимо богатых парней, которые сидели сзади в Мерседесе, они смотрели на меня как на идиота, потому что они поняли, что я страдаю. Потому что в этой пробке я стоял и страдал. А они сидели сзади, у них было все хорошо. И дальше ты просто принимаешь решение, кого ты хочешь впечатлить. Пассажиров мимо проезжающего троллейбуса или этого чувака в Майбахе? Если ты хочешь провести троллейбус, ну, конечно, ламба хороший вариант. Но если ты хочешь провести впечатление на чувака в Майбахе, ламба это очень плохой выбор. Ну да, как раз то, о чем ты сказал, да? На кого мы играем? На учителя или на девочку? Я понял, что троллейбус у меня, в общем, не сильно сейчас интересует. А страдать? И ты должен страдать. То есть ты реально в этой ламбе страдаешь. Любая поездка на работу – это пытка. В общем, нет у меня ламбы, а Майбах есть. Это хорошо. Ладно, вернемся еще назад. К Юсофту. Очень много в наше время ребят, которые делают маленькие студии, небольшие агентства и вот какой-то такой бизнес сферы услуг. Я сам с 2011 по 2014 год занимался рекламой, и у меня было маркетинговое агентство. Это, мне кажется, самый ужасный бизнес, который можно придумать, потому что взаимодействие постоянно с клиентами и так далее – это очень сложно, объективно. При этом это не самый высокооплачиваемый бизнес. Но тем не менее, есть вот те, у кого получается делать агентство, агентство разработки, агентство маркетинга, есть огромное кладбище людей, у которых не получилось делать, которые бьются за чек в 10 тысяч рублей и занимаются вообще абсолютно чем-то самым каторжным. Вопрос к тебе. Почему у вас получилось? Я смотрел ваши там лайнапы, у вас там довольно неплохой список клиентов был, и в том числе, насколько я понимаю, ты с Нуралиевым, с Борисом познакомился, именно таким образом. В том числе. Да, потому что вы делали сайт для 1С и так далее. Расскажи, пожалуйста, почему у вас получилось, а у 99,9% студий, веб-студий, не получается достигнуть хотя бы какого-то приемлемого уровня? Потому что мы его научились продавать. Тот самый второй навык. Вообще агентство – это практически безальтернативный вариант начать свой бизнес в России. Потому что это вариант начать денег без капитала. Что можно сначала продать, а потом сделать. С голой, как бы, жопой. Без ничего. Поэтому все начинают с услуг. Потому что тебе не нужен капитал. Потому что тебе не нужны инвестиции, и ты можешь реально начать с нуля. Поэтому почти у всех успешных, у половины в России, ты в режиме, там в истории найдешь где-то услуги. На старте. Это способ заработать первый капитал. Причем, когда я говорю капитал, не столько даже деньги имею в виду, сколько людей, команду, ресурсы, умение управлять разработкой, приобрести навыки, команду. Почему у одних получается, а у других нет? Потому что, ну, это же ремесло, да? И этому можно научиться, а можно не научиться. Кто-то хорошо делает, а кто-то плохо. Но основное это продажи. Мы научились продавать. Причем мы учились продавать все больше и больше чеком. То есть основной же челлендж в агентстве, в любом, это чек поднимать. Ты же не сегодня сейчас сказал про 10 тысяч рублей. Да, да, не, я просто помню свою боль, то что у нас была история, что мы как бы вначале начали работать с мелким бизнесом, потом в какой-то момент у нас было 30 клиентов, которые платят по 10 тысяч рублей, ты сидишь и не понимаешь, что с этим делать. Потому что у тебя гигантское такое колесо операционки и зеро на балансе. Ну, а основное, ты пытаешься поднять чек все время. Это ничем не отличается от ресторана. Вот попробуй продать лосось за 500 рублей, а попробуй за 5 тысяч продать. Ну, это нужно весь ресторан менять. Да и вот не факт. А лосось-то одинаковый. По большому счету. Ну, хорошо, фиг с ним, с лососем. Стакан кваса. Почему в одном месте он стоит одну, на другом другую. Умение продавать дороже. И мы как-то с первого же дня поняли, а у нас выбора нет. Мы продавали не уже себестоимости. У нас была пермиадальная конструкция. Мы продавали сайт за 200 долларов, но сделать его стоило 400. Поэтому, чтобы его доделать, надо было кому-то продать сайт за 400. Он оплачивал разработку предыдущего сайта. А в этот момент мы продавали кому-то уже за 800. И мы от безусходности должны были все время поднимать чек. И в какой-то момент мы, я помню, подобрались к чеку 15 тысяч долларов за сайт. И я решил остановиться. Мне показалось, что это уникальная рыночная ситуация. Никто не делает сайт за 15 тысяч долларов. Есть огромная армия тех, кто делает за 500 тысяч. Есть тех, кто делает за 100. Никто делает за 15. И я помню, долго-долго рубился в эту цифру. И выяснилось, что никто не покупает сайты за 15 тысяч долларов. Там рынка нет вообще. И мы быстро пошли вверх, быстро подняли чек. Это умение продавать. Умение продавать, умение объяснить, почему у тебя стоит купить сайт в два раза дороже, чем у соседа. Не так тривиально, как кажется на самом деле. И ты ищешь слова, ты учишься это делать, ты по-другому начинаешь продавать. И, кстати, когда ты продаешь сайт за миллион долларов, он от сайта за 100 тысяч вообще ничем уже как сайт не отличается. Ты вообще уже продаешь совершенно другие вещи. Ты продаешь менеджмент, риски, предсказуемость, другие ценности продаешь. Это умение продавать. И ничего больше. Ты прям такой пропагандист продаешь. Прикольно. По поводу, кстати, формирования некого капитала, не денежного, а какого-то другого через агентство, полностью подтверждаю. У меня вот ровно такая же история была. У нас в агентстве... Ну, мы там много чего пробовали, но в какой-то момент мы тоже научились работать с более-менее крупными клиентами. Я помню, что у меня первая идея у нас с партнером какая была, что нам нужно заполучить кого-то большого, кто создаст операционный ноль. То есть условно... У нас такая же была идея. То есть человек, который будет постоянно нам платить за какие-то услуги, на эти деньги мы сможем нанять постоянную команду, у которой будет 40% времени занято, и 60% останется для других клиентов. Для нас тогда таким клиентом стала компания Transair, которая, по сути, первый наш большой клиент, который создал операционный ноль, и реально мы собрали 15 человек в команду, у которых была гора свободного времени, и все. И мы такие, о, теперь мы, кажется, можем что-то делать. Вот это дало огромный буст и как бы создало, по сути... Мне кажется, в агентстве это единственная вообще такая правильная стратегия. У тебя капитал состоит из трех частей. Из денег, из людей, ресурсов и из знаний. И на самом деле все эти три части абсолютно равнозначны, и твоя будущая инвестиция будет складываться из произведения этих трех частей. Я помню, когда мы начинали делать соасы, не самая лучшая идея на самом деле, но я с вами ребятам говорил, ну, смотрите, вот если завтра мы решим сделать ресторан, скорее всего получится не очень. Это будет в 10 раз хуже и в 10 раз дороже, чем если это делает Новиков. Но если Новиков решит делать соас, у него будет в 10 раз дороже и в 10 раз хуже, чем у нас. Потому что есть деньги, они умножаются на твои ресурсы и умножаются на твои компетенции. И денег у нас мало, а у нас есть разработчики, и у нас есть определенные знания. Поэтому мы так или иначе должны начинать новый бизнес с использованием этих ресурсов и наших компетенций. Потому что денег у нас не так уж много. И поэтому, собственно, следующий бизнес логично вытекал из предыдущего, это был софт, а не ресторан. Да, и вот тут на самом деле прям такой тонкий и очень интересный момент. Я знаю, что когда вы решили перейти как бы от Qsoft к AMA, что это было не совсем так линейно, что вы запустили то ли 4, то ли 5 разных гипоид, 5 раз. Мессенджеры, виджеты, CRM. Мессенджера не было, но не суть. Там было 5 маленьких микросервисов для бизнеса. Да, виджет, CRM, конструктор сайтов, что такое, но не суть. Не суть. А сейчас очень многие тоже ребята, которые смотрят, и в том числе смотрят на AMA, думают, какой классный продукт, и как бы удалось и долю продать, и вообще все растет много лет, и ищут какие-то идеи, и все ищут идею на миллиард. И как бы всем хочется начать заниматься чем-то большим, классным, перспективным, ноу-хау, вот что-то, что-то, вот знаешь, такое большое, на что можно будет посвятить много лет. И при этом, как бы, зачастую сложно находить идеи, потому что есть линейные какие-то бизнесы, как там, не знаю, они меняются, знаешь, каждые 3-4 года, там в мое время, я точно помню, там были агентства, делал каждый просто первый, мне кажется, каждый второй, потом там кто-нибудь там делал еще что-то, и так далее. Сейчас там, я не знаю, все на ВБ торгуют, или там курсы продают. Вот. Через какую-то достаточно быструю череду вот этих экспериментов найти перспективное направление. Вот у меня к тебе возникает вопрос. Как вы вообще принимали решение, что это самый правильный путь? Был ли у вас какой-то, знаешь, как мозгоштурм, я вот с Лешей Колесником общался, который в Рокетбанке, у меня кухня на районе, и он говорит, вот они когда там Рокет создавали, они там сидели, реально штурмили 3 месяца в закрытом помещении, пытались придумать идеи, и ничего не могли родить, и в конце такие, ладно, давайте банк попробуем сделать. То есть вот так это было как бы. У вас другая. Вы запустили 5 проектов, они пошли, этот пошел лучше всех, вуаля, довольно просто звучит. Звучит. Да, звучит. Расскажи, как было на самом деле, и какие вот внутренние процессы происходили. Первое. Когда ты маленький, ты должен найти тему, которая маленькая, но перспективная. Все очень просто. Ты не можешь в 2009 году запустить поиск. Даже если тебе кажется, что поиск это перспективно, у тебя просто нет таких денег. Точка входа, порог, да, очень высокий. В то же время тебе нет смысла запускать видеопрокат, они уже умерли. Да? То есть тебе нужно найти какую-то тему, которая маленькая сейчас, но будет большая потом. Потому что ты сможешь с голой зайницы в нее залезть, и выжать вместе с ней. Для того, чтобы найти такую тему, тебе нужно понимать тренды. А куда все идет? И на самом деле с этим самая большая проблема. Ты ни хрена не понимаешь тренды. И ретроспективно... Ты понимаешь тренд, когда он уже случился. Да, ретроспективно думаешь, блин, да это же было очевидно. Но в моменте ты ни хрена не понимаешь. Особенно, если ты варишься в этой кухне. Я очень хорошо вспоминаю свои впечатления в видеопрокате в 2002 году. Не было очевидно, что они умрут. Да, оказалось, что видеокассеты уступят месту DVD. Но тебе казалось, ну, идея отдыха, она же такая очевидная. Люди точно будут смотреть фильмы. Никуда это не денется. Это самый дешевый... Вот каждый день ты видишь, как люди приходят в свои видеопрокаты, берут кассеты и уходят. На следующий день возвращаются. Да, вчера пришло 40, сегодня 39, завтра 38. Ну, это просто мы плохо работали. Тренды очень плохо видны в моменте. Более того, если ты профессионал, ты еще хуже их видишь. Потому что ты заложник к Легаси, видение рынка, ни хера не понятно. Попробуй сейчас спрогнозировать тренды. Но ты посмотришь... Я постоянно пытаюсь, это очень сложно. Да, но ты посмотришь на 5 лет назад, я тебе скажу там... Более того, даже когда тренды абсолютно очевидны, они могут не взлетать десятилетиями. Например, доставка еды. Утконос, мне нравится, это тоже пример. Я знаю, что тебе тоже нравится. Это вообще безумие. Там просто для тех, кто не знает, там ребята 15 лет качали тему. При поддержке Лужкова. Миллиарды вливали. И в итоге, в тот момент, когда рынок развернулся... Хотя, казалось бы, что может быть тупее, чем носить жидкость из магазина? Да вообще, ну... Мы несем сумки, и на 90% вес состоит из воды, молока, какой-то хер... Жидкости. Они абсолютно стандартные. Зачем мы носим жидкости на своем горбу из магазина, непонятно. Я, кстати, помню, как я в детстве, я жил на пятом этаже без лифта, и я эти канистры с водой постоянно таскал, каторга была у меня, руки просто... Да, да, но ты ходишь в магазин за жидкостью. Да, да, да. Ну, то есть, основной вес, который ты тащишь, это в основном жидкости. Чего ты... Я понимаю, зачем тебе помидоры ходить нюхать там, трогать. Окей, я понимаю, зачем ты ходишь, мясо берешь. Ладно. Зачем ты воду носишь оттуда? И вот нифига. Но ты знаешь, и вот сейчас после пандемии казалось, что все, доставка победила, а нифига, магазины опять ожили. Паттерн потребления очень сильный. То есть, угадать тренд очень тяжело. Разглядеть тренд очень тяжело. Очень тяжело. Казус профессионала, это сильная штука. И мы тогда увидели один маленький, но очень сильный тренд. Мы его увидели, может быть, даже... Потому что были клиенты, которые, например, так говорили. Он назывался Облака. Причем он даже назывался Браузер. Дело в том, что в мире 2005 года все программы ставились на компьютер. Софты, да, были. Все надо было ставить. А потом появились браузеры, которые позволили делать софт из браузера. И что-то как-то стало понятно, что сайты, которые мы делали, становятся уже похожи на программы. Это уже не сайты, это уже какие-то программы. И вообще программы в Облаке, и вот эти вот облачные программы. И стало понятно, что это будет набирать силу. Причем мы были умны в тот момент, потому что мы стали... Почему это будет набирать силу? Почему сила привычки не победит? Вот как я тоже сказал про магазин, да? А магазины не умерли, и доставка не победила магазины. Люди носят воду. Почему они носят воду? Сила привычки. То есть должно быть какое-то фундаментальное изменение, которое переломит паттерн. И вот это фундаментальное изменение, это был, что менялся покупатель софта. До 2005 года работник в компании не мог купить никакой софт. Это делала компания. Потому что она решала, что можно поставить на компьютер, а что нельзя. А когда появилось облако и браузер, софт стали покупать другие люди и по-другому. Менеджеры, да, под себя. Обычные менеджеры стали лезть в интернет, где-то регаться и начинать пользоваться трелло. Еще это называлось внедрение снизу. И вот эту революцию мы и разоглядели. И нам стало понятно, что эту лавину ничем не остановить. Почему? Знаешь, какое сложное рассуждение. Потому что когда софт продавался компаниям, он страшно деградировал по качеству. Говно продавали. Почему? Потому что что-то покупал и не пользовался. И весь корпоративный софт на момент 2009 года превратился в полное говно. В неюзабельное, уродское говно. Потому что принимал решение о покупке IT-директор или SEO. Который даже не видел, как это выглядит потом. Да, а все остальные рабы должны пользоваться. Мы сказали, пользуйтесь. И у них выбора нет. А облачный софт изначально ориентировался на энд-юзера. И он был вкусный, офигенный, удобный. Потому что ты не мог заставить энд-юзера пользоваться говном. Да, и люди начали приходить со своими смартфонами. И вдруг у человека оказался выбор. Страшное уродство, которое кто-то поставил на его десктоп. Офигенный браузер, офигенный телефон. Весь софт потребительский, которым пользуются, офигенный, корпоративный, убогий. И вы поняли, что вот эта смена парадигмы, смена покупателя, будет достаточно сильной, чтобы облака поперли. Потому что их никто не сможет остановить. Потому что этого покупателя никто не... И я помню, 2000... Не помню, год сейчас. В Сбербанке провели исследование и выяснилось, что в центральном здании Нововилова 27 бейскэмпов, там, внедренных в разных местах, но никто его не внедрял. Я все время всем говорю, не было ни одного... Это старая шутка, сейчас не актуальна. Не было ни одного тендера на внедрение скайп. Но им пользовались все госы, все чиновники, все пользовались скайпом тогда. Но никто не объявлял тендер на внедрение скайпа, никто не покупал скайп, не было комиссии закупочной на покупку скайпа. И вот этот супертренд мы разглядели, и стало понятно, что нужны микросервисы, микросервисы для бизнеса. И мы запустили пять. Просто от балды разных. И CRM была не моя любимая игрушка. Я делал ставку на другое. На что делал ставку? На управление проектами. Банально. И два года CRM была не любимой игрушкой. Мы делали всю ставку и деньги вкладывали в управление проектами. Она просто для количества была. Но перла именно CRM. И вот это второй казус профессионала. Мы не можем разглядеть тренд, когда мы слишком в теме. Мы слишком его переоцениваем. Мне казалось, что тема CRM закрыта. Все, у всех есть CRM. Никому не нужна CRM. Потому что в моей вселенной у всех была CRM. И я помню, встретился с инвестором одним из руна Кэпитал Дмитриевича Хачёв. Он говорит, а что ты так думаешь? Ни у кого CRM-то нет. Почему CRM не ваша главная ставка? Мы слишком инновационно смотрели. И вот это для меня самый главный маркер супер темы. Как выбрать нишу для бизнеса? Первое. Маленькая, но перспективная ниша. Причем революция должна быть фундаментальная. Она должна объяснить, почему люди поменяют паттерн потребления. Ну, как я только что сказал, вот продуктовые магазины так и не переломили. Ну да, пока что, пока что. Паттерн потребления слишком сильный. А я бы рассказал на нашем примере, почему паттерн, потому что поменялся покупатель. Тот покупатель, который покупал софт, так его и покупает. Модель, по сути, вообще поменялась потребление. Тот потребитель так и покупает софт. Появился новый потребитель. Да. Он просто даже не знает, у него нет паттерна потребления. Он образовался новый паттерн потребления. Это как с такси. Почему Uber взлетел? Потому что на такси стали ездить люди, которые не ездили на такси. У них не было старого паттерна потребления. У них родился новый паттерн потребления сразу. При этом, прости, я тебя перебью, при этом Дмитрий, которого ты упомянул, позже отказался инвестировать в вас. Да, конечно. Когда вы привлекали деньги, по-моему, под штат. Нам никто не дал денег, но не все. Но я к тому, что он был в числе людей, которые отказался. Хотя на старте говорил, что... Да. И это первое. И второе. Эта штука должна протухнуть для профессионалов. Да, вот это у меня. Это вот самое вот это вот дно. То есть вот как только профессионалы наигрались и сказали, да, там все понятно. Готовьтесь к тренду растущему, да. Да. Вот в этот момент, ты говоришь, здесь что-то есть. Если моя мама ничего про это не знает, а мой садмин считает, что все это давно стухло, неинтересно, вот это что-то тут есть. Да, да. Вот это очень классная у тебя мысль, что гики, так как они сильно на опережение идут, и мы как-то моменты, как люди только вообще начинают погружаться, гикам уже надоело. Да. И вот это очень классная, прям очень классная штука, которую можно отслеживать. Даже таких тем, в которые гики же, они все знают. И вот надо, понимаешь, смотреть, что вот где... Для них протухло. Да, где для них протухло. Очень классная мысль, мне очень понравилась. А массовый потребитель даже не начинал. Кстати, утконосы хорошо подходят под этот маркер, потому что все айтишники пользуются доставкой. Да, да, мы пользовались постоянно утконосом. Но мама не пользовалась. В нашем доме никто больше не пользовался, кроме нас утконосом. И вот когда эти два... И так получилось, что CRM попала. Причем как получилось, что мы переключились на CRM вместо управления проектами. Мы пошли в Америку, и нам показалось, что лучше мы пойдем с CRM, чем с форументом, потому что типа сложившийся рынок, легче будет покупать рекламу, и мы ее первую латкализовали под Америку. Это была QCRM, так она стала AmoCRM. Название поменяли, потому что домен был занят. И она начала расти. Просто она начала расти. И мы такие, да нет, это говно, это никому не надо. Да нет, это говно, это никому не надо. А она растет. И вот ты просыпаешься через три года и выясняешь, что она одна растет, вот все остальное никому не надо, а она растет. И в какой-то момент мы все остальные проекты закрыли, сфокусировались на этом, и с тех пор оно росло. Классно. У меня был такой случай в 2016 году, мне кажется, в Телеграме. У нас тоже изначально был софт, то есть он должен был прям скачать файл на комп, себе поставить его и так далее. Причем он не был изначально для Mac, он был только для винды. И люди, которые нами пользуются, они реально покупали себе ноуты отдельно, чтобы поставить. Ну вот, и мы в 2015-2016 году решили двигаться на мировой рынок. Я поехал, я поехал в Калифорнию на пару месяцев, как раз, знаешь, пощупать вообще, посмотреть, пообщаться и так далее. Я приезжаю, у меня там встреча, что-то интерфейс не то, тут что-то то. Ну, то есть такое, знаешь, вилами по воде, то есть вроде бы все да, но я понимаю, что это не геймченджеры, короче. И уже вот финальный день у меня перед отлетом, я там провел что-то месяц, наверное, я встречаюсь с своим товарищем будущим, Андрей Коновалов, зовут чувака. Короче, вот. И я ему показываю прогу, он говорит, ну дай мне ссылку, типа, мы сидим с ним в кофейне, он говорит, дай ссылку, я прямо так зайду. Я ему даю ссылку, он говорит, что, мне скачать надо, типа? Он говорит, ты прикалываешься? Он говорит, в Штатах скачать какой-то файл на комп? Он говорит, так тут же вирусы, типа, бродят, там люди вообще не будут себе ставить никогда ничего. Если, он говорит, только это не какие-то супер-мега-гики, которым реально нужен какой-то мега-софт, обычно юзер ничего не будет ставить себе на комп. Он говорит, я не буду себя ставить на комп, типа, делаю облачную версию, приходи. И у меня, представляешь, прям, то есть это сильно позже, в России будет то же самое. И мы сделали, и это огромный бустер нам тогда дало. Все упирается в паттерн потребления. Да, да, да. Вот вчера смотрел интервью с зиберманами, мы с ними лично знакомы. Я тоже смотрел. Хорошие ребята, очень мне нравятся. И они рассказывали о успехах снэпчата. И они говорили про то, в чем секрет снэпчата. И они про это говорили. Они говорили, вы старички, по-другому фотографируете. У вас другой паттерн потребления фотографий. А у молодежи на них фотография другой, и паттерн потребления фотографий другой. И ты старичков не переучишь. Вообще нет ничего глупее, чем пытаться поменять паттерн потребления. Это почти невозможно. Это очень тяжело. Поэтому тебе нужно найти нового потребителя с новым паттерном потребления и продавать ему. То, что ему нужно. То, что ему нужно. И вот они говорят, Вот в этом успех Snapchat, что это было не для старичков, в жопу старичков, это для молодых, которые по-другому фотографируют, для них это другая ценность, они по-другому потребляют фото, чем пытаться учить старичка, что, а ты знаешь, фото это теперь не так важно, можно к этому не готовиться, бла-бла-бла. И мы всегда, когда говорим про тренды, мы всегда опираемся в паттерн потребления, это самое-самое ключевое. И всегда нужно найти новую аудиторию, то есть новый паттерн потребления старым покупателям не продать. Класс, зафиксировали. Давай дальше про Ама. Окей, у вас пошло, вы начали заниматься, и вот ты занимаешься этим бизнесом 14 лет. Да, страшно сказать. Страшно сказать, на самом деле, это, ну, такой, знаешь, рекордсмен в какой-то мере, потому что это очень классно. Первый вопрос у меня к тебе. Не надоело ли тебе заниматься одним и тем же так долго? Тебе никогда не надоест, если у тебя высокий темп роста, и горизонты есть. Вот сейчас, поскольку мы начали открывать новые рынки, там хорошо растет, это не может надоесть. Ну, то есть, когда бизнес быстро растет, он не может надоесть. Да, в России оно растет уже не очень быстро. Да, если бы у нас был бы только российский рынок, это так подтухало бы слегка. Но когда ты открываешь совершенно новые рынки, когда у тебя бесконечные там горизонты, это не может надоесть. У меня здесь два вопроса. Смотри, первый. Возьмем, например, Штаты. Вы чуть ли не с 11-го года пытались там что-то делать. Да, это интересная история. Ну, то есть, это как бы... Мы 10 лет рубились в Global. Это вот как раз о том, что уже другой бы человек уже 10 раз бы бросил, потому что сколько можно сжечь бабки, сколько раз можно летать в Штаты и что-то пытаться сделать, если оно не вот, ну, не летит. То есть, оно как-то ползет, но не летит. Вот почему ты продолжал этим заниматься? Ну, во-первых, я подходил и отходил от снаряда. То есть, там, в 11-м году я бодро взялся, в 13-м я сдался, и мы перефокусировались больше на Россию. Потом был второй подход к снаряду в 15-м, в 16-м году, когда мы получили инвестиции. Мы опять рубились до 18-го, потом опять подсдались. Когда мне сейчас... Я сейчас слушаю всяких этих новых эмигрантов, которые говорят, мы начинаем продажи Global, я так улыбаюсь. 10 лет, 10. У нас начало получаться в 20-м году, осенью 20-го года. А начали мы осенью 2011-го. 9 лет. Почему ты не бросил все это? Ну, во-первых, все равно... Это вот зазноба такая, типа. Я такой упертый парень. И конференции у нас не с первого раза получились. У нас почти YouTube-канал, который сейчас вот... Это шестая или седьмая или восьмая. Я не знаю, какая попытка. Я какой-то такой вот зазноба какая-то есть. Вот пытаешься, 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 пытаешься. Потому что ты веришь, что получится. И, ну, как-то вот... Но когда мы говорим про глобальные и другие рынки, не, может, кому-то повезет. Может быть, кто-то сразу, там, как мира, real-time board в прошлом, у них получится. Но в основном нужно много времени. Мира мега-кейс вообще. Да, потому что ты должен найти свой продукт-маркет-фит. То есть, первое, наша история глобальных продаж говорит о следующем. Ни хрена ничего не имеет значения, кроме продукта-маркет-фит. Ни инвестиции, ни упорства, ни время, ничего. Только продукт-маркет-фит. А чтобы его найти, надо хорошо чувствовать рынок. А чтобы хорошо чувствовать рынок, надо много времени об него биться. Повезет – быстрее найдешь. Не повезет – дольше. Нам потребовалось 9 лет. Давай вернемся тогда к российскому рынку. Смотри, тоже, как бы, посмотрим. Понятное дело, что есть компании, которые за 14 лет вообще не получили результатов. Но есть и компании, какие-то сферы, ниши, которые за 14 лет, наоборот, выросли гораздо сильнее. И все равно вы, как бы, строили в такое динамичное время, как раз, когда появлялось много новых сфер. Почему не 2 миллиарда долларов? Чего еще? Почему так мало? Ну, как бы, да, вопрос именно об этом, что вы строились в динамичное время, когда рядом другие сферы сильно выстреливали. Да, есть сферы, которые выстрелили быстрее. И, казалось бы, может быть, в каких-то классических нишах делали что-то. Не знаю, у меня Андрей Кривенко был вкусов. Да, 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 я понимаю, что ты говоришь. Вот. И у тебя, как у предпринимателя, который так или иначе все равно смотрит по сторонам, наблюдает за рынком и так далее, ты понимаешь, что рынок CRM, он точно не самый быстрый, как бы, да, и точно он не какой-то взрывной. Да, он растет, да, он развивается. Не было ли у тебя желания в какой-то момент сказать, блин, да, здесь вот такая перспектива, ну, тут я вижу перспективу в 10 раз больше. Надо потратить время туда и пойти вообще в новую сферу. Да, смотри, как говорит Спиридонова, выбор ниши, выбор судьбы. Это действительно тебя сильно будет определять ниша. Если ты начал заниматься продуктами, ты можешь делать компанию с оборотом в триллион рублей. Потому что это продукт. Безусловно, да. Если ты делаешь софт, ты не сможешь делать компанию с оборотом в триллион рублей в России. Но, когда ты делаешь, то есть это емкость рынка, ты всегда ограничишь емкость рынка. И действительно, если ты решил делать софт в России, ты не станешь долгом миллиардером. Просто потому что емкость рынка тебе это вряд ли позволит. Нет, ты можешь, конечно, сделать какое-то чудо, типа 1С, но это исключение. Ну, исключение из правил. Да. Потому что емкость рынка. Но у тебя есть возможность стать глобальной компанией. И вот тогда и вкусвиллы, и кривенка, и продукты в России станут маленьким рынком. Потому что ты станешь глобальным. И мы с 2011 года пытались стать глобальными. И тут есть такая история забавная, что есть глобальный бизнес, есть локальный. Вот в России есть глобальные компании, которые котируются как глобальные компании. Это миллиард долларов, это сырье. Ну, нет, не только их. Касперский в какой-нибудь, я не знаю. Нет, я сейчас говорю, ну так, ну, мы там сырьевая держава. У нас есть нефильные компании. Они вполне себе мировые компании, с мировыми уровнями, с мировыми доходами, прибылями и так далее. Потому что они глобальные, потому что они играют на глобальном рынке. На глобальном, как бы это как высшая лига. Да. Вот в этой теме они там на Олимпиаде. Если ты хочешь заниматься софтом, софт не самая лучшая на свете индустрия, но если ты играешь глобально, это будет высшая лига, это будут большие деньги. Тяжело просто. Многие говорят, что из России туда нельзя, оттуда на весь мир можно. И что в реальности, если ты хочешь заниматься айтишкой, то единственный твой правильный путь, это начинать из эпицентра. Но ты только что вспомнил Каспирского. Ну, это исключения, которые подтверждают лишь это правило. То есть не считаешь ли ты, что, я тебе так задам вопрос, что представь, что у тебя есть сейчас возможность вернуться назад в 2009 и начать свой бизнес не здесь, а, например, в Калифорнии. Так я там и начал. Ну, я имею в виду, что полностью переехать туда. Так я и переехал. Фишка в том, что я и был. Вот знаешь, сейчас слушаешь всяких умников, которые говорят, вы лузеры, что вы начинаете в России, вы там потратите полжизни, добьются херни, начинаете сразу в Глобале. Я и был тот чувак. Я все сделал правильно. Ты уехал туда? Да, я не собирался продавать ни киа МСРМ в России. Я сидел в Сан-Франциско на Монтгомери-стрит, и у меня были там Тревор и Сэм, и я сидел и пытался продавать АМСРМ. Я все сделал правильно. У меня ничего не получилось. Оказалось, что там тяжело. Оказалось, что здесь намного легче. Пролетело, откуда не ждали. Типа, я все сделал правильно, я сразу решил делать глобальную кампанию, называть сам АМСРМ, бла-бла-бла. Зарегистрировал в США, Калифорния. Я все сделал правильно. Я переехал, я сидел там, под дождем ходил по зимой. Сложно? Не получилось. А в России было легче. И я потом уже это как-то сформулировал, многим нравится эта моя фраза, что в России миллион долларов заработать легче. Миллиард легче заработать в США. Даже 10 миллионов ты говорил. Ну да, даже 10 миллионов легче. Стартовать легче в России. Намного легче. Несоизмеримо легче. И первых результатов добился намного легче в России. Но! Если ты будешь думать только про Россию, действительно, ты можешь оказаться... Потому что рынок маленький, емкость маленькая. И чтобы забрать с этой емкости деньги, тебе нужно быть очень специфическим. Всем нравится, всех удовлетворить. А да, если ты играешь глобально, ты можешь продукт делать по-другому. Тебе не надо быть комбайном, который все умеет. Ты можешь решить маленькую функцию и продавать ее миллиардными тиражами. И действительно, если ты фокусируешься на российском рынке, твой продукт начинает меняться под специфический российский рынок. Это как, знаешь, вот есть океан, а есть озеро Байкал. Но ты решил строить яхты для озера Байкал. В какой-то момент твои яхты будут офигенны, это будут лучшие яхты на озере Байкал. У тебя не будет никакой конкуренции на озере Байкал. Ты завоюешь 100% озера Байкал, но твою яхту не продать будет в Портофино. Она просто будет не уметь плавать по морю. Будет яхта, сделанная под озеро Байкал. И поскольку мы начали с США, и мы никогда не бросали США, и у нас все время где-то сзади была глобал-версия, 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 мне кажется, нам все-таки удалось не во всем, но во многом удалось избежать этого. И мы не слишком обросли специфическими российскими функциями, которые мешали бы продавать глобал. Да, Legacy большое, да, глобальную версию хочется сильно порезать, отрезать от нее много лишнего, что ей сейчас мешает, и мы, наверное, это сделаем. Но мы все-таки умудрились это сохранить, и оставаются глобальные компании, с этой глобальной идеей на подкорке, добиваясь своих первых миллионов в России. Можно ли из России строить компанию? Конечно. Но точно так же можно не построить габанию, сидя в Калифорнии. Я все время пытаюсь это объяснить людям, что если сидишь в Калифорнии, но читаешь РБК, ты не в Калифорнии. То ты и там хреново понимаешь, и тут хреново понимаешь. Ты не в Калифорнии, ты там же, в Пскове. Но точно так же можно остаться в Пскове, но жить в Калифорнии, если ты начинаешь утро с тех кранч. И компания мира отлично это доказывает, потому что они, по-моему, из Перми. Или я могу ошибаться. Ну ладно. Город точно на П. И они сидели в этом городе и продавали в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, в Сиэтл, абсолютно хай-энд продажи топовым компаниям. Причем мы, продавцы, девочки, сидели там в России, звонили и продавали. И это была фантастика. Пример же есть. Почему? Потому что на самом деле, да, ты должен быть глобальным чуваком, ты должен быть глобальной компанией, ты должен хорошо понимать их рынки. Но для этого ты не должен читать РБК. У меня так получилось, что поскольку родители ученые с 90-х, они много времени провели за границей, я много провел времени за границей, а сейчас они живут в Латинской Америке. И если кто-то говорит, Уругвай, это что-то очень непонятное и странное. Ты уже все знаешь давно, да? То мне говоришь, да, ну, в принципе, все понятно. Ну, как бы, ничего такого. Это для меня не выглядит, как край света, это для меня не выглядит, как жопа мира. Это я хорошо понимаю регион, хорошо понимаю этих людей, я там много времени провел. Да, я не говорю по-испански, но пока-пока, энтьенду, в общем, все понятно, более-менее. Точно так же, США я там много времени прожил, и я хорошо понимаю американцев, американский рынок, почему чеки, как работают чеки, в чем идея войсмейлов и так далее. И для того, чтобы создать продукт для глобального рынка, ты должен быть глобальным чуваком, это правда. И можно стать глобальным чуваком, не выезжая ни одного дня из своей деревни у нас интернет. Сейчас да. По поводу запусков, да, конечно, много иллюзий, и на самом деле сейчас, за последние пару лет, очень многие ребята, мне кажется, тоже испытывают иллюзии. У нас в Тулике, у нас было несколько попыток, мы открывались в Штатах дважды, у нас был офис в Лос-Анджелесе, мы открывались в Канаде, в Виннипеге, мы открывались в Лондоне, то есть у нас было четыре разные итерации. Много денег у вас было лишних? У нас было очень бешеное желание, и в итоге в одной из последних итераций как раз у нас что-то пошло и так далее, и я вот четко сижу, я смотрю вот на там на СНГшный рынок и смотрю цифры, динамику и так далее, смотрю на международные продажи, и там типа 11 тысяч долларов продаж за месяц, я такой, бля, сколько сил мы на это время тратим и так далее, я такой, не, чуваки, давайте опять отрезать, но следующая итерация... Помнишь, что мы начали, когда сдаваться? Да, 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 ну вот, и я на самом деле, наверное, если бы я сейчас вернулся назад, я вообще бы не трогал этот рынок, потому что я понимаю, что мы столько внимания, фокуса и каких-то иллюзий потратили на зарубежный рынок, что если бы мы весь этот фокус перенесли бы обратно в СНГ, мы бы смогли гораздо больше сделать здесь, ну... Опять, 10 миллионов, миллиард бы... Да, 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 это понятно, ну это видишь, такая индустрия была, которая... Я бы всем, кто хочет глобальные рынки, у меня всем одна рекомендация, первое, конечно, никаких компаний и офисов открывать ни в коем случае не надо, это последнее, что надо сделать, надо сделать лендинг, но есть один способ, надо убрать русский. Да, да, это есть. Знаешь, это такая большая история, как-то я слышал где-то про Яндекс рассказ, как они в Турцию выходили, локализовать продукт, а если такое, локализовать команду. Вообще, очень тяжело русским ребятам объяснить, что есть мир, он говорит, это у других, особенно москвилским. Есть такой забавный прикол, что все успешные проекты и глобальные, и федеральные в последнее время строятся из регионов, потому что люди в регионах понимают, что Москва это не публь земли. Да, 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 есть такая ценность. Что есть другие часовые пояса. Кстати, да. Я помню, с часовыми поясами конкретно, это была просто какая-то жесть, мы просто никак, у нас постоянно перли ошибки и баги с часовыми поясами. Да, 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 есть такая ценность. Пока это, я не сказал на серверах поставить Гринвич, чтобы Москва тоже перестала быть нулем, и чтобы Москва тоже объяснить, что мир большой, что Москва это не публь земли, это самое, может быть, сложное. И поэтому, кстати, легче стартапить на мир не из Москвы. Ну да, не берешь за дефолтные настройки. Я уже молчусь, что если ты торгуешь из Владивостока, ты почти в часовом поясе США. Просто день-другой. Да, 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 кстати. Часовые пояса и да. Но, кстати, по поводу миллиарда долларов, то, что ты сказал, да, я помню, что у нас, когда ты делаешь 10 миллионов долларов и там сильно больше, и вот я помню четко у нас такой кризис внутри с партнерами встал. Как раз, когда мы делали то, что мы делали, мы такие, а миллиард долларов как сделать? И мы такие, емкость, ты упираешься. И мы такие, никак не сделать. И я прям помню, это был день, я прям помню этот день, мы в Амстердаме были, мы стоим, типа такие на веранде, и я такой, у меня в голове приходит четкое осознание, никак. У меня так, уровень мотивации, просто одним днем, прям, знаешь, такое изменение в сознании. Ну емкость рынка. Ну да, другие рынки открыли. Да, да, да. Слушай, круто. Я, кстати, не знал, что вот когда вы начинали, что это и с Сан-Франом было, и вот все так далее. Ам, АСРМ, как название, как родилось там. И мы попробовали. Мы сделали все, как сейчас все советуют. Забей на Россию, переезжай, открывай аккаунт. Мы все сделали как... Тогда задам тебе другой вопрос. А 14 лет компании, если бы ты сейчас, понятное дело, что все, оно было бы по-другому, но тем не менее, мог вернуться назад, и вот поправить один, два, три каких-то нюанса, каких-то своих действий в развитии компании, в продукте или в бизнес-подходе или еще в чем-то. Что бы ты поменял? Это же очень такие сложные, сослагательные. Давай, хорошо, давай что-нибудь одно тогда ключевое, помимо планшетной версии, на которую вы потратили много времени, я знаю эту историю. Планшетная версия, да. Что-то одно. Может быть вообще в своем личном подходе, или я не знаю, или может быть ты не продал бы 51% 1С, или может быть еще что-то? Тоже, кстати, хороший вопрос. Не факт, что получилось бы не продав, хотя не в деньгах было дело. Не, боюсь, те вещи, которые я хотел бы сказать, я не хочу говорить публично. Вот, но опять, история не знает софлагательных наклонений, мы не знаем, как бы получилось, если бы сделано было по-другому. Меньше бы функций, конечно, пилил бы. Вот в России нужно много функций пилить, а, конечно, для глобальных продаж они только мешают. Понял. Тогда еще вопрос. Россия это страна с плохими мультипликаторами, ну, в целом, да, то есть, условно, делает, имея такую же выручку на мировой арене, эта компания стоила бы икс сколько-то. И вот, когда ты играешь в России в долгую, так или иначе, на капитализацию, строишь, вот, и в итоге доступает момент сделки. То есть, я так понимаю, что у вас, ну, глобальное такое, в какой-то мере вынужденное решение было, что вы хотели развиваться и как бы, и нужен был какой-то там стратег, партнер. все было сложнее в этом смысле. Расскажи тогда, почему вообще вы продали, это какой год, по-моему, в 16-м году вы продали 51% 1С, почему вы это сделали? Потому что предложили. Только поэтому. Сейчас объясню. Во-первых, я не один, у нас четверо, есть партнеры, у меня никогда не было больше 50%, поэтому решение коллегиальное. Во-вторых, когда ты строишь бизнес, ты такой голожопый стартапер. Но я был не голожопый, но некоторые мои партнеры были вполне себе голожопыми. И вдруг приходят чуваки и говорят тебе х миллионов долларов, и кладут их на стол. Что значит сказать нет? Это значит, что ты достал только что из своей тумбочки пару миллионов долларов, там, или пять, или шесть, и вложил их в эту компанию. А у тебя квартиры нет, машины нет, у тебя вообще ни хрена нет. Но вдруг у тебя в тумбочке образовывалось несколько миллионов долларов, которые ты достал из этой тумбочки и пошел и вложил их в эту компанию. И ты знаешь, очень мало кто способен на это. Я бы даже сказал, почти никто не способен. И одно дело, тебе говорят, продай полную компанию. Тогда, да, ты можешь сказать, ну нет, она же еще вырастет. А другое дело, тебе говорят, продай 50. И это воспринимается как засейвиться. Угу. Ну вот у меня на столе сейчас лежит 10 миллионов долларов в казино. И неплохо идет. Я пришел сюда со 100 тысячами долларов, а сейчас лежит 10 миллионов. Может, я 5 заберу? И вдруг тебе говорят, забери 5, отнеси домой. А дальше продолжай играть. И не забрать 5, это все равно, чтобы положить их обратно на стол. И ты знаешь, одно дело, когда у тебя капитализация гипотетическая. Ну ты там где-то себе в калькуляторе не считал, что твоя компания стоит. А другое дело, живые деньги. А другое дело, пришли покупатели. И стало понятно, что если даже сейчас сказать нет, это такое эмоциональное напряжение внутри команды. Надо было брать. Я тебе говорил. Ну то есть, эти ребята не готовы так рисковать. Никто не готов так рисковать. Все хотят засейвиться. И отказаться тяжело. Мало кто с такой способен. Я знаю, что вы опять же не рассказываете цифры. Но тем не менее, давай в порядке поиграем. Оценка была на момент покупки порядка двух миллиардов рублей. Это похоже на правду? Слушай, ну смысл играть большой в цифры нет. Порядки. Порядки. Нули? Похоже. Нет. То есть, в порядке. Неважно. Все же деньги относительные. Понимаешь? Важно, что для тебя это была большая сумма или небольшая. Для тебя это была большая сумма? Ты знаешь, учитывая то, что ты один из четырех партнеров. Для меня уже не сказать, что это была драматически большая цифра. Я всем рассказываю, что я не потратил ни одного. Там же был кэш-аут и кэш-ин. В основном в российский кэш-аут, западный кэш-ин. Я ни одного рубля не потратил. Вообще ни одного. А что ты делал с деньгами? Они так и лежат. Просто на счету где-то? Да. На тот момент там все время была уже прибыльной компанией. Прибыльность росла. С каждым годом становится все больше и больше. И вот я не потратил ни одного рубля. У меня, знаешь, интересная в голове такая история, что ты рассказываешь про то, что примеры с сумками приводишь. При этом кейсы с Мерседесом и с Эллом и с Майбахом что-то как бы... Я не аскет. Вот. Да, и при этом говоришь не потому что... Не потому что я аскет, а потому что мне просто не надо, мне хватало денег прибыли просто. Интересно, у меня разрушается немножко образ, перестраивается точнее, потому что я, увидев тебя, я бы сказал, аскет. Вот реально человек, который такой, знаешь, как Андрей Кривенко, вот он такой, знаешь, типа, деньги не нужны, отказ. Не, мне нужны. Я вот сейчас уявтами увлекся, мне очень нужны деньги. Нет, я не аскет, у меня неплохие квартиры, у меня 4 машины, в общем... Какие у тебя машины? У меня вот Майбах, чтобы ездить с водителем, Рейндж Ровер, чтобы ездить с семьей, SL как кабриолет, и еще один кабриолет, чтобы у жены был свой кабриолет. Ну... У нас у каждого по кабриолету. На основании этого делаем выводы, что кейс АМСРМ успешный кейс. Не, я к тому, что... Понимание обычного человека. Ну, просто у меня комплект, у меня лучший джип, лучший лимузин и лучший кабриолет. Классно. Я как автомобилист, я так это. Но понял, про сделку понял. Тем не менее, если бы сейчас вернулся бы назад, сделал бы эту сделку или не сделал? Ты понимаешь, еще раз, ну, нельзя так сослагательно. Вопрос в другом. Добились бы мы этого результата без этой сделки? Не факт. Почему еще? Потому что, как говорит один мой приятель, тяжело заработать миллиард с теми, кого возбуждают 10 миллионов. очень важно, чтобы все партнеры испытали сытость, чтобы рисковать. И мы потом много рисковали, все эти ивенты, большие инвестиции в Amacom, в тот же Global. Я не уверен, что мы так бы спокойно рисковали, если бы все не насытились и не закрыли свои базовые финансовые потребности. Понял. У меня есть такой вопрос по поводу твоих взаимоотношений с Борисом Нуральевым. Я читал какую-то старую статью, как будто ЖЖ, мне кажется, вообще где-то на каком-то очень древнем сайте, и там как раз был пример про сделку, что когда вы там оформляли сделку, что там тебя спрашивали про отношения партнеров, и там такая фраза, цитата, что я понял, какой Борис человек или там партнер, потому что вот когда мы были там у нотариуса и там проверяли документы, меня ни разу не попросили снять кепку. Я не понял, о чем речь? Поясни для меня, о чем там речь была? В чем проблема? Снять кепку или не снять кепку? Ну, слушай, это я так образно. Идея очень простая. Отношения же разные бывают. Бывают доминантные, бывают равные, бывают с уважением, бывают без уважения. Про Бориса ходят легенды, что он такой довольно авторитарный. Он довольно авторитарный, но у него есть определенная уникальная способность уметь ладить вот с этими коммерсами маленькими, генеральными директорами. И покупать их. Он умеет уважать или держать, или делать вид, что уважает. Я не знаю, на самом деле, как уважает он, кого не уважает. На самом деле, но он никогда не создает ощущения дискомфорта или ощущения, что типа ты должен выйти из какой-то зоны комфорта, поднапрячься, подпрыгнуться или что-то в этом духе. Один Эс в лице Нуралиева суперкомфортный партнер, должен это признать, наверное, один из лучших вариантов в части комфорта. То есть вообще никак не лезут, не напрягают, ничего. Это одна из... У нас же были разные приложения. У нас были приложения, например, от Mail.ru. Да, я знаю. И мы очень осознанно выбрали один Эс как раз за вот эту их репутацию. Потому что когда ты идешь на такую сделку, 50 процентов, это же тебя спотал с ними жить. Да, да, понятно. Да. И на самом деле вот это реноме и вот эта вот репутация, которую я слышал от предыдущих их партнеров, она сыграла важную роль. А в чем пример с кепкой-то? Вот в чем идея там? Или это какая-то вообще выдумывается? Ну, что тебя вообще не напрягают как бы. А, что тебя не напрягают? Я понял. Делай, что хочешь. Понял. Хорошая идея. Знаю, что ты не читаешь почти книг. При этом, говоря с тобой, у тебя очень широкий взгляд вообще на мир и куча информации и так далее. И про обучение мы с тобой вначале говорили. Тоже такая, ну, это микс был из двоечника и человек, который довольно хорошо учится. Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему не читаешь книг? Потому что очень многие люди наоборот говорят, что это типа мега вообще источник информации, вдохновения и зачем изобретать велосипед, если уже все описано до тебя. Давай начнем с этого. Во-первых, есть художественная литература и художественные произведения, как я уже сказал, я никаких художественных не потребляю. Это еще до того момента, как камеры включили, да, ты сказал, что вообще ничего не смотришь, ни мультики, ни фильмы, ничего художественного. контент. Ни кино, ни мультфильмов, ни фильмов, ничего. Мне это почему-то очень не нравится. Ну, потому что я считаю, что это не настоящая жизнь. Это жизнь с глазами автора. Меня настоящая жизнь увлекает намного больше. Это первое, почему я не читаю какую-то художественную литературу. Что касается всякой деловой литературы, там, или книг про бизнес, или, не знаю, энциклопедии британской. Мне кажется, роль клик сильно переоценена. У нас есть некий карго-культ перед книгами, что вот знание, упакованное в книгу, это особенный вид знания. А вот знание, прочитанное в интернете, это так, жвачка. И это, кстати, обесценило литературу последние десятилетия, потому что любую херню, упакованную в книгу, сразу преподносят, как великое знание всего человечества. И последнюю современную литературу, кстати, тяжело, потому что там как говорит Лебедев, однопроцентный раствор смысла, то есть там две идеи размазанные на 200 страниц, пять раз к ним подходим, двадцать раз от них отходим, мне это тяжело дается. У книг есть предназначение, когда мысль сложная и требует длинного обоснования, действительно, тогда книга хороший форм-фактор и удачный носитель. Такой лонг-рид. Но таких книг последние лет сорок, мне кажется, не производят, потому что индустрия книжная тоже пошла специфическим путем. Я читаю много, я книг не читаю, я с утра до ветера что-то читаю, то есть основной вид контента, который я потребляю, это текст. Просто я очень много читаю в интернете, книг не читаю, форм-фактор мне этот не нравится, неудобный, потому что мне кажется, слишком много подводок-отводок, размазанного очень неудобно. Понял. Тогда вопрос еще про обучение, MBA, тренинги, курсы, еще что-то. Как вообще относишься ко всему этому? Я люблю учиться, и мне нравится осваивать какие-то новые навыки, знания, что-то новое. Я очень увлекающийся, то есть, если, например, я вдруг увлекся, не знаю, фондовым рынком, я пока не прокачаюсь на 100%, не успокоюсь. Я буду читать, я буду изучать, я буду погружаться на все тысячи процентов, но я буду это делать сам. Мне не нужен преподаватель для этого. Мне достаточно интернета. И я просто не испытываю потребность в преподавателе. Это такой важный навык умения искать и обрабатывать информацию. Да, но просто вот у меня нет потребности в преподавателе, я замечательно справляюсь. В интернете все есть, вся информация нужная мне есть, она очень в любом удобном формате. Хочешь видео, хочешь аудио, хочешь текст, хочешь коротко, хочешь длинно, хочешь по пять раз одно и то же. И поэтому вот просто нет нужды. А преподаватели очень медленные. Я вот тут недавно учился лодками управлять. Блин, преподаватель это очень долго, нудно и медленно. Да, хочется X2. Там появляется какой-то личный компонент, там что-то надо с этим преподавателем какие-то пляски плясать, его это рего чесать. И вот как-то мне не нравится сопроводателем, я не чувствую такой потребности. Понял. К чему хочется прийти вообще в жизни, в бизнесе через 20 лет, через 15 лет? Посмотри, что за углом. Основной драйвер любопытства. Вот есть какая-то жизнь, которая прожита. Окей, это интересно. Интересно прожить какую-то еще другую жизнь в том числе. с другими масштабами. Это как это относится ко всему. К доходу, к размеру бизнеса, к каким-то новым увлечениям. Просто любопытство. Вот у меня была компания в 50 человек, потом была компания в 200 человек, потом компания в 400, в 500 человек. Интересно, как эта компания в 5000 человек? Мне просто интересно. А 50 тысяч человек это как? А есть какая-то глобальная цель что-то? Мир менять. Ну вот да, что-то такое. Типа должна быть, конечно. Нет, нет, мне интересно просто твое. Вообще не факт. Помнишь, мы где-то в Скольсе я сказал, что любого человека драйвит размножение? Вот есть разные производные этого размножения. Самое базовое это там детей нарожать или стать донором банка спермы. Это самый лучший способ. Эффективного размножения. Предпринимательский подход. Самый эффективный вариант. Но дело в том, что большинство людей это довольно быстро отпускает. И они жаждут распространение своей ментальной сущности. Они хотят кого-то учить, распространять свои знания, идеи, продукты. То есть уйти в века. Но уйти в века не через потомков, где тебя, кстати, не будет. В детях, в правнуках, в правнуках Пушкина меньше Пушкина, чем в чуваке, который изучает Пушкинов и надеет от Пушкина и живет Пушкиным. Да, у меня недавно был выпуск с Константином Севериновым, с биологом. Мы как раз обсуждали в потомках уже этого Пушкина там растворился, там нет его уже. А вот в историке, изучающем творчество Пушкина, он живет этим Пушкиным. Хочется уйти в века через твои труды, познания. Это базовая человеческая потребность. Хочешь размножаться, хочешь, чтобы твои идеи... Вот я сейчас что делаю? Я вот размножаюсь информационно. И бизнес во многом для тебя это инструмент такого же размножения. Во-первых, твой продукт, твоей жизнедеятельности кем-то используется какое-то время, влияет на кого-то, ты там что-то придумал, оно стало общепринятым и вроде как ты наследил. А во-вторых, так устроены люди, что чем ты успешнее, тем твои идеи лучше слушают. Станешь миллиардером, вот будет твое интервью смотреть пять миллионов и записывать, понимаешь? А пока ты директор парикмахерской, там как бы... Тысяча просмотров и два лайка. Расскажи соседу подачи свое мнение об устройстве мира. И вот этот драйвер размножаться ментально-информационно, он, конечно, базовый для любого человека. И один из способов этого добиться, плюс у тебя же какие-то идеи рождаются, которые надо распространять. Я вот так себя оцениваю и довольно цинично на это смотрю и думаю, ну что ж, надо добиваться больше, вот тогда больше распространишь. Есть ли в твоей жизни место для чего-то еще помимо работы? Семья, дети, хобби? Семья, дети, это, конечно, для всех. Ну, я имею в виду, одно дело, оно есть формально, другое дело, это имеет реальное место, что это зона интереса и область жизни и развития. Или это такая... Дети, хороший вопрос. У меня плохо получается играть с детьми. В том смысле, что мне неинтересно. Потому что они не хотят играть в СРМ. А мне почему-то неинтересно играть в куклы или в машинки. И в этом смысле я, может быть, плохой отец, что я с ними мало играю, но я много времени провожу с детьми. Другое дело, если с ними поговорить хочется, а им хочется со мной поиграть. Играю я плохо, к сожалению. А говорят они со мной редко и не так часто, как мне хотелось бы, но я думаю, это изменится со временем. Что касается хобби, действительно, у меня проблема всегда была с хобби. И, как говорит мой папа, у ученого не может быть хобби. От любимого дела не отлихают. Это правда. Если ты занимаешься бизнесом, ну, с одной стороны, тебя не должна увлекать рыбалка, потому что у тебя и так есть любимое и интересное занятие. А с другой стороны, очень важно уметь отвлекаться, чтобы как-то хотя бы посмотреть со стороны. Поэтому я периодически придумываю себе всякие хобби, потом от них быстро остываю. Вот сейчас я увлекаюсь лодками. Ну, вот ду-зду, когда надоест. Понял. Финальный вопрос. Совет себе, 18-летнему. О, это было бы очень банально. Пускай это будет банально. Не ссы. Отлично. На этой финальной ноте. Спасибо тебе большое, Миша. На самом деле, я даже не ожидал, скажу тебе честно. Я думал, что у нас будет какой-то более такой емкий разговор, а получилось очень широко. Я не знаю, у меня нет часов. Ну, пара часов имеется в нашем запасе. Очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Я уверен, что мега полезно. Ребят, если для вас было полезно, если что-то подчеркнули, обязательно подпишитесь на канал, врубите лайк. Если не понравилось, втыкайте дизлайк, мы вас всех выпишем запомнили. Главное, коммент пишите. Это важно. Самое главное, вообще самый, ты как человек, который знает про YouTube. Самое главное, делитесь в комментариях какими-то выводами, инсайтами, идеями, которые вы подчеркнули, обменивайтесь ими. Всегда интересно почитать. Для вас это такое отдельное пространство вообще для развития, знакомства и так далее. Ты не то мотивируешься. Пишите гадости. Пишите гадости. Что за гандон? Не сдерживайтесь, не сдерживайтесь, пишите. Главное, главное пишите. Нет миллиарда долларов, пишите. Что за лузер? Круто, Миша, спасибо тебе большое. Очень рад, очень доволен. Суперски получилось. Спасибо. Ребятки, увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok